Ну, друзья мои, спасибо, что вы пришли. Спасибо вам. Мы начинаем новый сезон истории нашего семинара. 151. Это заседание 151. А лет нам сколько? С 2005 года. С 2005 года. Вошли в возраст уже солидный такой, 17 лет. Каждый месяц, почти каждый месяц, за исключением летних месяцев. В следующий раз мы соберёмся в октябре месяце. В нашем издательстве вышла очень хорошая книга. Офетте. Офет, как известно, был не чужд философии. И составителем этой книги мы как раз и проведём беседу на тему о русской поэзии и русской философии. Это очень удобно. Это очень удобно, когда речь идёт о антологии по хето. Очень удобно. Что касается сегодняшнего нашего заседания, то оно тоже из области философии и литературы. Вести это заседание будет известный всем нам автор множества книг по русской философии. Игорь Иванович Елампев, которого я когда-то принимал в аспирантуру. Вот так вот. Чтобы он знал. Чтобы он знал. Игорь Иванович сегодня и расскажет о теме нашего заседания. Прошу вас, Игорь Иванович, приступайте. Буквально таким, если хотите, конкретным поводом именно вот сейчас, в сентябре, именно 15-го числа сделать эту презентацию книг, было то, что вот буквально неделю, по-моему, или две назад вышли две монографии двух моих учеников китайских. Да, сразу две монографии, посвящённые Достоевскому. Но и заодно, вот и моя книга, тут мы о ней вспомнили, она уже почти год как вышла, чуть меньше года, да. Но вот как бы, вот тем самым создался повод поговорить о Достоевском, да, в связи с вот этой выходом двух, очень любопытных, на мой взгляд, монографий, очень рекомендую, да, двух китайских молодых исследователей. И, к сожалению, я как раз и надеялся, что они сегодня будут, и хотя бы на вопросы ответят, да, если таковые будут, да, всё-таки говорить о новых подходах Достоевскому, которые вот в этих трёх монографиях моей и двух моих китайских учеников буду я сам, конечно, да, но я надеялся, что они появятся. К сожалению, вот у них рейс был в конце месяца, но позвонили из консульства, им вывозной рейс в Китай устроили, они собирались улетать в Китай, да, и перенесли на две недели, поэтому они вот позавчера улетели уже в Китай, так что мы их не увидим, только их книги присутствуют здесь, да. Ну, понятно, раз это мои ученики, то они, как бы, вот, собственно, некоторые фрагменты моей концепции Достоевского изучают, то есть развиваются в своих монографиях, поэтому, в общем, если будут вопросы по их монографиям, то я тоже могу на них ответить, да. Значит, ну, их монографии, я их всё-таки назову, да, Ли Тянь Юнь, это юноша, ну, или как юноша, ему 30 лет, то есть уже, в общем, достаточно возрасте человек, Ли Тянь Юнь, значит, проблема будущего философского мировоззрения Достоевского и Соловьёва, да, да, значит, молодая исследовательница Ли Сяо Юй, да, она написала, ну, вот, защитила диссертацию кандидатскую, соответственно, вот, написала монографию «Проблема высших личностей философского мировоззрения Достоевского», очень такая актуальная и важная тема, я об этом, вот, сейчас буду говорить, да, об этой проблеме высших личностей, потому что, на мой взгляд, это вот одна из центральных тем, которые необходимо обязательно иметь в виду, если мы хотим понять правильно философское мировоззрение Достоевского, да. Ну, и заодно, да, вот здесь представлена ещё и моя книга «История русской метафизики XIX-XX веков. Русская философия в поисках абсолюта», да, это второе издание книги, которая в 2000 году ещё была издана и благополучно распродана была, ну, вот, это уже полтора года назад книга издана, здесь же в издательстве РХГА, за что издательство благодарю, да, и мы давно сотрудничаем, и, надеюсь, в этом году ещё одну книгу издадим, да, посвящённую неискажённому христианству, да, неискажённое христианство и его судьба в европейской истории. Вот я предполагаю, в конце этого года или в следующем году издать ещё одну большую книгу, такая, посвящённая истории христианства и истории европейской философии, да, как бы влияние христианства на историю европейской философии, да, в разных его вариантах, да. Ну, а теперь вот давайте я перейду, собственно, к обозначенной теме, а тема была обозначена, новый подход к творчеству Достоевскому, к исследованию, точнее, философского именно мировоззрения Достоевского, ну, и вот, может быть, на этом первоначально и нужно сделать акцент. Для меня Достоевский, прежде всего, это великий философ, мыслитель, да, и только потом писатель, то есть, как бы, как бы, то, что он писал романы, это просто, как бы, форма, в которой он свои философские идеи выражал, да, всё-таки он и сам себя считал философом, ну, специалисты по Достоевскому это знают уже в ранних письмах, он постоянно говорит о том, что хочет быть философом, да, что вот философия – это, как бы, высшая форма поэзии, даже он там, то есть, как бы, он соединяет философию и художественное творчество, считает, что вот художественное творчество должно быть подчинено выражению философских идей. Ну, вот, собственно, свое творчество он и реализовал, как бы, в виде, вот, такой, на мой взгляд, очень связанной философской системы, да, и, ну, и следующую идею, которую я хотел обозначить, которую тоже я в своих работах постоянно подчеркиваю, существует такое мнение, что Достоевский действительно там, да, вот он философствующий такой писатель, но это произошло только после каторги, да, что вот его ранние произведения, они такие чисто художественные, да, и не ставят больших философских проблем, а после каторги, да, там появляются в больших его романах, да, но это же Лев Шестов, известный пропагандист этой идеи. Так вот, я в своих работах доказываю, что на самом деле, вот, 17-18 лет, повторю, в письмах Достоевский пишет, что он хочет заниматься философией, и он очень рано созрел как мыслитель, как философ, и, на мой взгляд, уже в самых первых своих произведениях, начиная с бедных людей, бедных людей с первого романа, да, в его повестях, вот ранних уже, можно увидеть, вот, достаточно стройную философскую систему, ну, вот, художественно так выраженные, да, причем очень связанные, выраженные, так, эти идеи распределяются от одной повести к другой, все идеи его системы, да, и в больших романах он только до конца ее разворачивает, и как раз там сложнее даже увидеть философское его, философское мировоззрение в связанном виде, чем вот, на самом деле, в ранних повестях, да. Поэтому, вот, я в сегодняшнем рассказе, как раз на одну раннюю повесть обращу внимание, чтобы как раз показать, что в ней, вот, впервые, Достоевский, вот, как бы, ключевые образы, идеи своей философии выражает. Хозяйка, да, ранний повест, третьего произведения, повесть хозяйка, да. Ну, и теперь, вот, о самом главном, да, если я утверждаю, что, вот, как бы, я в своих работах, ну, и вот мои ученики китайские продолжают эту традицию, да, некий новый подход к исследованию Достоевского, да, развивая, то, конечно, нужно обозначить, в чем его новизна, да. Ну, а для этого нужно напомнить, а как, собственно, Достоевского интерпретировали и интерпретируют до сих пор в исследовательской литературе, да. Ну, здесь вот первый важный этап такого активного исследования Достоевского – начало XX века, серебряный век, да, наш русский, да. Именно здесь, на мой взгляд, вот, как бы, впервые появились работы, которые достаточно адекватно и Достоевского как философа сумели понять, и вот некоторые ключевые, правильно, ключевые мотивы его творчества были обозначены, да. До этого господствовало в русской критике, ну, две, два, например, во-первых, ну, понятно, в православной стране, как бы, была интерпретация, и была, и до сих пор она присутствует, о том, как бы, заключается в том, что Достоевский – это просто православный мыслитель, который в своем творчестве просто, вот, как бы, идеи русского православия выражает, да, то есть, эдматическую систему православия совершенно адекватно, вот, пытается воплотить, да. Вторая точка зрения, что это просто социальные романы, в которых некие проблемы, как бы, общество современное мы ему выражают, да, ну, преступление, наказание, да, здесь классический роман, в котором мы, ну, в основном мы видим, так, я мы имею в виду, как бы, вот, исследовательское сообщество, не себя, конечно, я другое вижу, видим только социальные проблемы, только моральные проблемы, да, и в школе, поэтому предлагаем, там, девятиклассникам, по-моему, изучать, потому что, ну, все понятно тут, кристально ясно, да, морально-социальные и моральные проблемы, да. Ну, вот два известных направления, только вот в литературе Серебряного века появилась, как бы, мысль о том, что религиозность, на самом деле, Достоевский – религиозный мыслитель, но его религиозность, это сложна, она не соответствует православию, да, не совсем, не совсем соответствует, да, и вот здесь, как бы, надо попытаться разобраться, да, что же за это, что за религиозность, что за религиозные сложные концепты он предлагает. Но, к сожалению, вот, сама проблема была поставлена о религиозности Достоевского, мне кажется, в литературе Серебряного века, там, Бердяевым, Шестовым, как Мережковским, да, если говорить о самых ключевых фигурах, но она не была решена, ну, революция прервала эту традицию, началась советская эпоха, а в советскую эпоху о религиозности Достоевского как-то не принято было писать, да, и поэтому, как бы, то вот эта социологическая интерпретация господствовала. Ну, вот в 90-е годы новая волна исследований началась, да, и до наших дней продолжается. И здесь, к сожалению, я, как бы, с уверенностью говорю, к сожалению, возродилась традиция интерпретации Достоевского исключительно как православного такого мыслителя, но оригинального, да, по-своему интерпретирующего православие, но, конечно, вот, целиком попадающего вот в это русло православного мировоззрения, да. Большая часть работ на этой, как бы, вот в этой традиции пишется. Ну, а на Западе, на Западе, ну, вот, поскольку постмодернистская такая модель исследовательского господства, и там вообще, как бы, все сводится к тому, что нужно исследовать только детали его творчества, а мировоззрение, религиозности, о философии вообще практически не нужно говорить, да, поэтому это, как бы, можно оставить даже за пределами рассмотрения, там нет такого цельного идеологического подхода к Достоевскому. Так вот, в чем, как бы, моя главная мысль, если мы хотим, значит, вот увидеть, на мой взгляд, значение Достоевского как философа. Ну, я бы две тенденции отметил в его творчестве. Во-первых, он постоянно утверждает, и это безусловно, и в этом смысле, вот, как бы, православный исследователь Достоевского, безусловно, очень хорошо это видит и очень хорошо это выражает, да, что Достоевский, конечно, понимал, что религия – это обязательное условие развития человека и человечества. Без религии жизнь человечества невозможна, да. И как раз кризис, который уже в XIX веке намечался, и который Достоевский, конечно, пророчит в своих произведениях, кризис европейской цивилизации, да, он связан именно с утратом, вот, постепенным уходом религиозного чувства глубокого, да, из жизни людей и общества. Поэтому, конечно, он, как бы, важнейший стимул его творчества – это доказать необходимость религиозности в жизни людей, да, и в жизни общества. Это первое. Но второе – это как раз понимание того, что религия потому и уходит из жизни Европы, что она ложная, та традиционная религия, которую несет церковь, церковная организация, да, ну, неважно, католицизм, протестантизм, православие – совершенно неважно, вот это историческое христианство. Это ложное христианство, ну, или искаженное, как я в других работах предпочитаю называть это, да. И оно искажено именно по отношению к первоначальному, исходному, раннему христианству, к учению самого Иисуса Христа. То есть оно было искажено в исторической традиции, да, возвращено к модели иудаизма, да, по сути, не христианства, а иудео-христианства, как некоторые исследователи говорят, вот, церковное христианство, да, за счет внедрения некоторых ключевых принципов иудаизма, да, вот это искажение произошло. И именно поэтому вот такая модель религиозности, такая религиозность, она не способствует, а препятствует, скорее, развитию культуры современной, и поэтому нужно тогда для обновления жизни религиозного человечества, да, вот попытаться вернуться к этому исходному, неискаженному христианству, да, к исходному учению Христа. И вот Достоевский, на мой взгляд, он, как бы, может быть понят только если мы увидим вот эту тенденцию в качестве абсолютно главной в ее творчестве, да, то есть это попытка восстановить исходное, как бы, первоначальное, неискаженное учение Христа, да, показать, какое оно, да, и продемонстрировать необходимость его возвращения в жизнь людей, да. Ну, и в этом смысле, как многие могут понять, я его сопоставляю с Толстым, да, ведь чуть позже Толстой по этому же пути идет, он только Толстой, известный критик церкви православного христианства, да, и в открытый конфликт с церковью вступил. Ну, проблема исследователей Достоевского в том, что у Достоевского прямого такого конфликта мы не видим. Более того, он в некоторых местах, особенно в дневнике писателя, да, очень позитивно оценивает православие, говорит, что без православия Россия погибнет, да, православие необходимо, безусловно, таких фраз и есть, да, но вот тут надо разбираться, что он имеет в виду под православием в этом контексте, да, и являются ли эти фразы, на самом деле, искренними, да, потому что, конечно, как человек, который понимал ценность своего слова, он иногда говорил так, как надо, то есть он понимал, что нельзя говорить все-таки некоторые вещи, обращаясь ко всем, да, к тем, кто не поймут, да, поэтому вот надо различать слова Достоевского о религиозности в некоторых текстах, которые он явно обращает ко всем, и в текстах, которые он обращает только к людям, которые по-настоящему глубоко его поймут, да, то есть вот это понятие высшей личности, то есть различие, то есть в каком-то смысле творчество Достоевского обращено как раз вот к этим высшим личностям, которые среди нас есть и которые должны двигать историю, да, а не ко всем, ко всем, он понимает, нельзя обращаться с некоторыми, с некоторыми утверждениями, да, просто потому что люди неправильно их поймут, а неправильное понимание приведет к неправильному историческому деянию, да. Ну, короче, вот главная мысль, которую я в своем исследовании творчества Достоевского пытаюсь доказать, что все, по сути, все произведения Достоевского от самых ранних, да, они связаны с пониманием того, что вот нужно вернуть в жизнь человечества совершенно новую, то есть как бы вернуть в жизнь европейского человечества религиозное измерение, но вот эта религиозность, которая должна вернуться в жизнь европейского человечества, она должна быть связана не с церковным христианством, а возродить вот это исходное, первоначальное христианство, которое в какой форме, что это такое тогда, следующий вопрос, да, а где оно, как оно в истории-то было, ну, и вот здесь самое парадоксальное, что в истории, ну, конечно, если церковь в какой-то момент, церковное христианство оказалось на пути искажения учения Христа, то оно должно было отвергнуть это учение, объявив ее в свою очередь ложным, да, тут понятно, если церковные деятели, ну, во II веке это произошло, во II веке вот это искажение осуществили, они должны были приверженцев исходного, старого, настоящего учения Христа объявить как раз еретиками и преследовать, но так и произошло, да, и по сути, это, как бы, вот, собственно, что я утверждаю, и это, как бы, идея, она и помимо Достоевского известна, да, в истории философии, очень многие мыслители ее защищали, что на самом деле, как бы, истинное христианство – это то, что в истории церкви называется гностической ересью, да, то есть то, что называется гностицизмом, гностической ересью, да, и церковь утверждает, что в течение первых четырех веков она была, и потом была побеждена благополучно церковью, и все, и потом исчезла. Так вот, на самом деле, это не ересь, это и есть вот это исходное первоначальное христианство, которое, ну, вот, церковь, по сути, уничтожила, подавила, как бы, и способом этого подавления было объявить ее ересью, да. Но каким образом Достоевский мог прийти к такой идее? Вот тут сразу об истоках самой этой идеологии, этой возможности разделения двух форм христианства, да, и признания того, что, вот, как бы, церковное христианство ложное, а истинным является то, что в истории было гностической ересью. Ну, это немецкий романтизм, да, то есть эта идея, на самом деле, в наиболее явной такой прямой форме была выдвинута в немецком романтизме, ну, особенно вот у Фихте и Шеллинга, да, и в своей книге я доказываю, что именно, скорее всего, Фихте, Иоганн Готли Фихте, да, особенно в позднем своем учении, выраженном, ну, в частности, вот в двух очень известных, очень популярных в России произведениях, основные черты современной эпохи, наставления к блаженной жизни, да, вот в этих двух поздних своих произведениях Фихте, как бы, рисует историю Европы как раз с точки зрения вот этой идеи, что исходно было две, два христианства, одно, как бы, идущее от Иисуса Христа подлинное, второе искаженное, во II веке возникшее, только ортодоксальное, да, и на самом деле церковное христианство это вот как раз искаженное, а подлинное оно выражено только в Евангелии от Иоанна, с точки зрения Фихте, это его известная идея, что подлинное христианство присутствует только в Евангелии от Иоанна, да, и именно на него надо равняться, если мы хотим понять вот это различие, да, двух этих форм христианства. Ну, вот, повторю, мне кажется, что Достоевский именно у Фихте эту идею, как бы, позаимствовал и в своем творчестве, вот, в такой гениальной художественной форме развил, конечно, обогатив какими-то своими идеями, то есть то, что, как бы, мы можем назвать христианством Достоевского, это не просто, вот, как бы, некое древнее архаическое, там, гностическое христианство, это, конечно, своеобразная философская и религиозная система, которая обладает уже и чертами, которые привнес в нее сам Достоевский, да, но я попытаюсь вот на, наверное, нам теперь на таких наглядных художественных примерах, ну, вот, на его творчестве продемонстрировать, где же это можно увидеть, то есть, собственно, вот теперь надо, идею я выдвинул, да, теперь как ее можно развернуть, ну, вот, вот эта моя книга, образ Иисуса Христа в философском мировоззрении Достоевского, собственно, она и посвящена доказательству вот этого тезиса, который я сформулировал, да, и здесь я потом картинку и поместил, если вы посмотрите на обложку известную София Премудрость Божья, да, что, если говорить о гностическом христианстве, то в нем как раз ключевым персонажем мифологическим, да, является вот эта София Премудрость Божья, которая в гностическом мифе, да, совершив космическую ошибку, породив Демиурга, злого бога, да, по сути, является, как бы, причиной возникновения, причиной возникновения нашего земного мира, да, то есть, наш земной мир создает Демиург, злой бог, да, который был порожден этой Софией, да, ну, а сама София нам дарует божественное начало человеку, да, частицу, искорку бога отца, ну, я, к сожалению, не буду подробно излагать все детали гностицизма, времени слишком мало, надеюсь, что все присутствующие хотя бы чуть-чуть знают об этом, да, но там, где это нужно по контексту, вот, чтобы продемонстрировать, что творчество Достоевского как раз и направлено выражение именно этой, и мифологии, и философии, да, я, конечно, об этом скажу. А пока я обозначу только главный философский принцип, да, гностическое христианство, то есть, вот это подлинное истинное христианство, как я его сам называю, как считаю, да, то есть, христианство самого Иисуса Христа, учение самого Иисуса Христа, оно, если брать чисто философскую схему, оно построено на одном главном принципе, ну, вот Фихте так его выражает, да, на принципе тождества Бога и человека, даже не подобие, не единство, тождества Бога и человека, ну, так, динамически, единственное, что динамически его надо понимать. В каком смысле? А в том смысле, что Бог, ну, вот я так это формулирую, что Бог – это, по сути, метафора, обозначающая сущность человека, то есть, Бог – это наша собственная сущность, да, и задача человека – выявить, то есть, как бы, это не означает, что мы актуально являемся Богом, да, но потенциально мы являемся Богом, да, и задача каждого человека и человечества в целом – это вот продемонстрировать это в земной действительности, стать Богом в земной действительности, раскрыть это, это, это свою сущность, то есть реально стать божественным существом да богом то есть и соответственно получить качество бога бессмертия здесь на земле и всемогущество здесь на земле врачами они тут радикальные выводы и тогда христос кто такой христос христос то просто первый человек он не бог он человек который просто это продемонстрировал и каждый из нас это может каждый из нас призван стать абсолютно подобным христу то что же как христос раскрыть себе божественное начало и стать реальным богом да там христос воскрешает лазаря да вот я дальше ключевой момент романа преступление наказания до читает соним раскольникова воскрешение лазаря христос лазарь и воскрешает так и мы можем воскрешать тогда да то есть прямо надо это утверждать если каждый из нас сумеет раскрыть все божественное начало и мы это сможем сделать да никаких ограничений тут нету да никакой разницы между христом и каждым из нас нет но по сути как бы достается есть примеры такие так вот это самое радикальное принцип давил от других не буду говорить но и этого достаточно чтобы понять насколько гностическое христианство да я так называть отличается от вот этого ортодоксального церковного где главная идея греха греха и грехопадение так раз главная иудейская главный иудейский принцип который был интегрирован вот церковным христианством да из-за иудаизма да и тем самым вот это было произведено радикальное ограничение способности человека ты не можешь быть боком земля потому что ты греховен да при первородный грех ограничивать принципиально наши возможности в земной действительности только вот в небесном царстве где-то нам это обещают так вот если так понять вот эту разницу но хотя бы в таком кратком выражении давайте попробуем увидеть где у достоевского появляется вот эта вот модель гностическая на мой взгляд я уже сказал да даже в ранних повестях это можно сделать и вот здесь центральную роль играет повесть хозяйка да ну как бы она мало известно читающей публике почему потому что в этой повести достоевские но совершенно как бы изменяет своему стилю который он в первых двух произведениях бедные люди и двойник наметил да и поэтому белинский глубоко разочаровался после этого в достоевском это известно эта повесть она такая в рама совершенно романтическом духе на с гофманом белинский зам в критической такой статье сравнивает ее более того она таком нарочито романтическом стиле то есть абсолютно нереалистичный персонажи да там некий молодой человек но мечтатель достоевского главный герой василий ордынов как бы ну бродит по городу петербургу заходит в церковь да видит странную пару старика и молодую девушку и ну как положено мечтать уже с первого взгляда влюбляется в него и дальше идет за ними навязывается им в качестве постояльца в их дом и живет у них да и дальше такая странные отношения у него начинается с этой девушка ее зовут катерина а старика зовут мурин мурин по фамилии вот он постоянно называет старик мурин и и молодая девушка сначала он думает что это его дочка потом выясняется она его жена очень там как-то так непонятно да то есть в разных контекстах то дочка тоже на как фигурирует да но потом понимаешь все-таки они супруги да и он понимает что она как его раба там да то есть невольница да это катерина почему-то при живом уже вот этим мурине да она влюбляется тоже в этого василия ордынов василия ордынов его зовут и там такая странная любовь между ними называется такая идеальная да которая связана с конкурентом понятной конкуренции между этим василием этим стариком муриным да но я не могу сюжет до конца рассказывать в этой повести все странно все характера ордынова да он пишет сочинение по истории церкви да то есть это одержимый человек у него только 1 1 делав в жизни да причем так это изображено как кого-то он поэму пишет он пишет и осочинен и по истории церкви поэт науки он там или художник науки его автор называет учить художник науки но тема его научных занятий сочинения по истории церкви 50 как может себе представить это такое сочетание художник науки и сочинения по истории церкви до некой системы в которой он там всю судьбу своего народа хочет объяснить то есть русского народа тем более там да так так можно понять да уже странно это да потом сами отношения между этими героями очень странные и самое странное это язык которым они говорят да вот это больше всего раздразила бобилинского до которой натуральный метод как бы пропагандировал да то есть как бы такой нарочито реалистический метод изображения реальных людей в реальных обстоятельствах здесь действительно какая-то странная экзальтация есть в речи героев ну и вот давайте поскольку я думаю что многие только те кто занимается достоевским они эту повесть скорее все читали я думаю большая часть пришедших сюда не не читали повести не знают его колорита давайте вот несколько цитат прочитаю из этой повести а потом дам объяснение свое который на мой взгляд все 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 как раз очень удачно все эти странные мотивы этого этого произведения объясняет да ну вот василий ордынов его возлюбленная катерина до у которой рядом в соседней комнате муж на старый да вот он ей такой вот такие вопросы как бы задает но тоже диалог между ними вот он не задает вопрос она ему отвечает значит вот такой текст это ордынов обращается к этой катерине кто ты кто ты родная моя откуда ты моя голубушка заговорил усилий сподавить свои рыдания из какого неба так на ты в моим небеса залетела из какого неба ты в мои небеса залетела точно сон кругом меня я верить в тебя не могу не укоряй меня дай мне говорить дай мне все все сказать тебе я долго хотел говорить кто ты кто ты радость моя как ты нашла мое сердце расскажи мне давно ли ты ты сестрица моя расскажи мне все про себя где ты была до сих пор расскажи как звали место где ты жила что ты там полюбила сначала чем-то рада была и о чем-то сковала был ли там теплый воздух чисто ли небо было кто тебе были милые кто любили тебя до меня кому там впервые душа твоя запросилась но вот если вы тем более вот я сейчас прочитал выровно из контекста да в контексте еще как-то это можно понять вот выровно из контекста это просто какая-то абракабра абракадабра художественные да какие-то небеса то есть в чем это они уже неделю с ней общаются и вдруг он ей такие странные вопросы задают которые в общем даже непонятны по смыслу но она ему я не буду там все читать я просто самые выразительные и ответа да вот она говорит но она говорит про историю с мурином там трагическая история там отец мать погибли она с этим мурином ушла по любви то есть она в конце концов василий понимает что она по любви его точнее он ее увел в рабство когда они любимые нет она его полюбила бросила отца и мать и отец и мать погибли после этого да потому что этот мурин какой-то мистик еще он на них порчу навел и они оба погибли отец и мать да то есть там еще помимо прочего такая мистика нездоровая да и она прямо ему говорит я испорчена меня испортили погубили меня да испортили меня испортил злой человек, он погубитель мой, я душу ему продала. При том, что в один из моментов он к ним заходит, они любовно беседуют, то есть абсолютно гармоничные отношения. А в другой момент они ругаются, там, этот Мурин и Катерина. То есть совершенно парадоксальные отношения какие-то между людьми здесь. Ну и дальше вот текст такой. Ему казалось, какая-то тайна связывала ее со стариком, но что Катерина, не сознав преступления, как голубица чистая перешла в его власть. Кто они? Он не знал того. Но ему беспрерывно снилась глубокая безысходная тирания над бедным беззащитным сознанием. И сердце смущалось и трепетало бессильным негодованием в груди его. Ему казалось, что перед испуганными очами вдруг прозревшей души коварно выставляли ее же падение, коварно мучили бедное и слабое сердце, толковали перед ней в кривь и в кость правду, с умыслом поддерживали слепоту, где нужно было нежно, где было нужно хитро льстили неопытным наклонностям, порывистого сметенного сердца ее. И резали крылья у вольной свободной души, не способной, наконец, ни к восстанию, ни к свободному порыву в настоящую жизнь. Вдруг он так ее описывает. То есть он вдруг понимает, нет, она раба, это вот он ее подчинил, этот мурин. Абсолютно текст не Достоевского. Я не говорю про реализм, это называется дурной романтизм. Даже у Гоффмана такого нет в самых плохих произведениях. Почему? Ну, я, конечно, я вырываюсь контекстом. Повторю, когда вы пояс прочитаете, все-таки она более-менее органично смотрится, но она абсолютно странная. Ну, я сразу, как бы, к ответу, да, поскольку времени мало, я еще хочу два больших романа проинтерпретировать. Мой ответ, что это за пояс, что здесь хочет Достоевский сказать? Это абсолютный эксперимент. Причем, вот, мне кажется, литературу до сих пор это не понимают. Ну, я вот единственный, кто про эту пояс в таком духе пишу. Это абсолютный эксперимент, который, по сути, предвидит модернистскую литературу XX века. О чем я говорю? О том, что Достоевский пытается создать произведение, в котором два плана. Причем они, он пытается их органично соединить. Вот в этой повести ему это не удается. Но Достоев ему удалось это в главном своем романе в «Преступление и наказание». Это продолжение. Я потому еще хозяюку упоминаю, что, по сути, в «Преступление и наказание» он просто продолжает эту же тему. Это попытка совместить в одном произведении два радикально различных плана. Какой? Реалистический, но такой бытовой, где мы действительно верим, что этот Мурин Раскольник, он Раскольник какие-то раскольнические книги читает. Это Катерина просто из семи богатых крестьян вышла. Реально, как они изложены, мы так их понимаем. Но у этого произведения второй план. Мистические, символические. Где эти герои выступают символами каких-то религиозных, очень важных понятий. Это, кстати, впервые Альфред Бем, очень хорошую работу написал в «Эмиграции» в 1922 году в Праге, посвященной этой повести. Он впервые высказал предположение, что в образе Катерины он вообще русскую церковь изобразил. Это как раз попытка символической интерпретации, что это русская церковь, которая попала в плен к консерватизму русского народа. Что эта религиозность, она каким-то образом скована в России. Такая очень неопределённая идея и непонятная. Но в целом он правильно угадал. Мой ответ какой? А мой ответ, что в этом произведении Достоевский впервые свои гностические убеждения высказывает. По сути, он пытается в этой повести совместить, повторю, реалистический план и символический. Символический план – это использование главного гностического мифа. Мифа о падшей Софии. А согласно гностическому мифу, Бог-Отец, неведомый Бог, создаёт божественные плеромы. И вот в этой плероме одно из существ, это София, как раз вот эта божественная премудрость Божия. Она творит этого демиурга, злого Бога, который творит наш мир. И дальше этот демиург злой властвует в нашем мире. То есть наш мир – это ад. Наш мир – это ад, в котором, по сути, хозяином является дьявол. И люди, мы, как бы, божественные существа. То есть София, как предотворение, наделила нас божественной частицей. Поэтому мы выше демиурга, мы выше этого мира. Но это всё в нас спрятано. Мы не знаем сами про это. Потому что демиург, вот этот бог, этот дьявол нашего мира, он выдаёт нам за себя, за благого Бога и подчиняет нас, с помощью церкви в том числе. Церковь нам же убеждает, что творец нашего мира – это благой Бог. А на самом деле творцом нашего мира является демиург, дьявол. И София, сопереживая людям, то есть она как бы сверху смотрит на вот эту ситуацию, ад, в котором мучаются вот эти бедные божественные существа, люди, мы с вами. Она решает спуститься и раскрыть истину человеку. И она в конце концов находит одного человека, раскрывает ему истину. Это и есть Иисус Христос. Он и становится спасителем человечества, потому что ему София истину о нашем божественном предназначении раскрывает. Но согласно одной из версий гностического мифа, спустившись, София спускается, чтобы помочь людям, но она, чтобы спуститься, должна превратиться в обычную женщину. Она превращается в обычную женщину, но силы зла понимают, что она для них опасность представляет. Поэтому вот эти силы зла и демиург, они ее хватают и превращают, то есть они ее заставляют быть простой женщиной, даже в одном из вариантов мифа проституткой ее делают, чтобы она не могла помочь людям. И она вынуждена существовать в качестве простой женщины, покоренная вот этим демиургом и его подручными, и ждать, чтобы кто-то, осознав сам, то есть Иисус Христос, должен сам осознать всю ситуацию вот этого, и спасти ее. То есть она ждет Иисуса Христа, который должен ее спасти. Так вот, три главных персонажа этой повести, это и есть олицетворение трех вот этих персонажей. Мурин – это олицетворение демиурга, то есть властелина этого мира, ну, из дьявола, по сути, ну, или его подручный, который Катерина, понятно, это тогда София, вот эта спустившаяся и попавшая в плен к силам зла этого мира. А Ордынов – это Иисус Христос, да, это человек, который, увидев в ней божественное начало, да, почувствовав, что в ней что-то есть, что он должен спасать ее, он пытается ее спасти, но вот, как бы, в итоге там пояс заканчивается ничем, этот Мурин увозит Катерину, и Ордынов остается один, да, как бы разочарованный, да, не понимая, что произошло, то есть пояс ничем не заканчивается даже, да. Так вот, еще раз повторю, если мы внимательно сюжет прочитаем, и все эти диалоги, то тогда становится все понятно, тогда вот этот диалог, который я, то есть ее монолог, точнее, его обращение к ней, но она отвечает своеобразно, там тоже я просто все не могу читать, там все эти странные вещи, да, они получают объяснение, даже вот это из какого неба, так она нам залетела, да, она же из неба, она оттуда, из плеромы к нам спустилась, да, кто ты, откуда ты, да, вот это все, все эти странные обращения, они получают осмысленность, потому что здесь проступает вот это основание мифологическое, да. Более того, сразу я тогда, какие ключевые тут можно аргументы привести в пользу этой, дальше Достоевский гениально будет имена использовать для вот таких, маркирования таких сюжетов мифологических, да, Василий Ордынов, да, ну, он философ, да, это Василий Великий, мне кажется, он намекает, Василий Великий, тем более Василий, слово, это Василевс, да, это царственный царь, да, это намек на Христа, да, всегда царственный Христос, да, ну, Екатерина, самая, Мурин это, понятно, черт, да, в русской традиции сказочный, Мурин, это черт просто буквально, да, и он там мистическими способностями обладает, он губит людей, да, то есть все абсолютно идеально совпадает, и это, кстати, литература видения, вот этот план повести достаточно хорошо изучен, да, что Мурин здесь такой, как бы, дьявол, своего рода дьявол, да, А Катерина, самое любопытное, а откуда происходит имя Катерина, да, ну, вот здесь моя гипотеза, что Достоевский имеет в виду Катерину Александрийскую, это тоже очень дальше популярный у него способ обозначения персонажей через отсылку неявную, да, то есть мы сами должны догадаться, каким-то известным христианским святым, да, в данном случае я предлагаю вот вспомнить, кто такая Екатерина Александрийская, да, это одна из первых христианских святых 4 века, кстати, того же века, когда Василий Великий жил, богослов этот известный, с которым, мне кажется, ассоциируется, но он там философ, он по истории церкви пишет, а Василий Ордынов-то, да, Василий Великий тоже известен именно этим, один из теоретиков церкви, да, первых, да, Екатерина Александрийская, потому что 4 веку ее мученичество относится, а чем она прославлена, а это уникальная святая, кстати, большинство исследователей считают, что это нереальный человек, это скорее всего, вот как раз ее житие, она настолько фантастична, да, что это не может быть даже никак отношение к реальности иметь, это скорее всего выдуманное житие, да, она же невеста Христа, это единственная святая, которая, не она пожелала быть невестой Христа, ее Христос выбрал, за что? Она премудрая была, она была такая премудрая, что с 18 лет она там античную философию изучила, в каких-то спорах философов победила, да, и в конце концов сказал, когда к ней женихи стали свататься, она сказала, нет, я только того жениха приму, который окажется более премудрым, чем я, это цитата из «Жития», и на следующей ночь к ней приходит Христос, и говорит, я выбрал тебя в качестве невесты, и надевает ей кольцо, ну это вообще фантастическое житие, где, по сути, Христос выбирает премудрость в качестве, то есть самую премудрую женщину мира в качестве своей невесты, он там ей в тюрьме потом помогает, там, ну, у него мученическая кончина в конце, ну, о чем я говорю, о том, что Екатерина Александрийская, это, наверное, единственная святая, которую можно прямо просоциировать с премудростью Софии, как раз, да, гностической, да, премудростью, которая сотворила мир, да, поэтому выбор Достоевского имена, этого имени, он понятен, ну, и уж совсем такой фантастический сюжет, который я высказываю, просто тут любопытно, чтобы вас заинтриговать, хотя я его в книге высказываю, но это гипотеза, безусловно, тут я не могу настаивать, обратите внимание, что у нас тоже есть район Мурина, Мурин, да, ну, казалось бы, абсолютно, ну, какое отношение вот этот Мурин, ну, Достоевский, это старый район, это район 17 века существует, это историческое имя, более того, вот православные люди могли бы сказать, что вообще-то Мурина очень известна, там очень известный храм находится, вы догадались, посвященный кому? Святой Екатерине, более того, ну, единственное тут несовпадение, ордынов знакомится с Екатериной в храме, но там сказано, что храм посвящен Богородице, и там находился образ Богородицы известной, так вот в храме в Мурина, Святой Екатерине, есть известнейших, там даже паломничество периодически, Казанская Божья Матерь там находится, на самом деле, одно время, там целая история, если открыть, то просто поражаешься, этот храм 17 века, или с начала 18, точнее, по-моему, сейчас, да, с начала 18 века, там какое-то имение Воронцова, что ли, было известное, да, известный храм, большой, очень такой, и архитектурно значимый, да, то есть, ну, я не буду тут, как бы, повторю, в книге я детально эту историю разбираю, но тут все складывается удивительным образом, то есть, конкретно, этот храм в повести, конечно, не имеется в виду, он слишком далеко от города, они там в городе встречаются, ну, понятно, что Достоевский мог художественно переработать, несколько храмов иметь в виду, но вот, сочетая само сочетание Мурина и храм Святой Екатерины, да, еще с известнейшим образом Богородицы, который, да, это все, все там описано буквально, да, ну, вот такая, такая любопытная, такой любопытный сюжет, и исследователи Достоевского знают, что вот такие, такие вещи для Достоевского абсолютно характерны, он все из жизни, все, все тянул в себе в творчество, да, соединяя вот в такие странные комбинации, да, поэтому я, я рассматриваю вот этот сюжет, хотя это гипотиза, конечно, не доказанная, и тут надо еще какие-то раскопки архивные делать, да, мог ли он там быть, ну, храм-то он наверняка знал, он известный, в 19 веке этот храм, хотя и на окраине, далекой, в пригороде тогда это было, да, так вот повторю, и все вместе это складывается в очень ясную картину, действительно, здесь вот этот символический план, он, мне кажется, достаточно очевиден, и тогда повесть получает объяснение вот всей ее странности, да, но тогда все-таки, подводя итог, мы должны сказать, что это, конечно, первый опыт вот такого произведения, синтезирующего два плана, да, реалистический, мифологический, символический, и, конечно, он неудачный, то есть этот опыт, безусловно, неудачный, да, потому что, ну, все-таки повесть плохая, да, то есть, как бы, она оригинальная, она озадачивает, но сравнивая с другими произведениями, достается, конечно, это неудача, да, но та неудача, которая заставила дальше его работать, вот, и тогда дальше, что происходит, а дальше он этот метод пытается разработать более талантливо, и доводит, и действительно он создает роман, в котором эта модель, она получает абсолютно гениальное воплощение, это преступление и наказание, то есть я утверждаю, что роман преступление и наказание, более того, вот эта известная вещь, это Гроссман, Леонид Гроссман еще в 20-е годы, 20-го века написал, путь Достоевского, по-моему, большая работа, и у него там, и вот там он высказал эту гипотезу, что он говорит, я читаю ее хозяйку, вижу, что здесь предварение преступления и наказания, то есть вот эта связь между Ордыновым и Раскольниковым, напомню, что Мурин-то Раскольников, Раскольник, а там Раскольников, ну тут, казалось бы, ну какая связь, это же не сам Раскольников-то не Раскольник, а тут Мурин Раскольник реальный, но все равно, вот такие параллели, тем более в первоначальном варианте романа квартирную хозяйку Катерина звали, то есть на самом деле, если мы прочитаем первый вариант романа, где от лица героя Раскольникова велось повествование, это ужасно похоже на хозяйку, то есть вот этот первый вариант незавершенный, то есть Достоевский начал, его бросил, поняв, что получается повтор, да, и через некоторое время вот уже новую форму, вот известного нам романа стал разрабатывать, повторю, для исследователей это, в общем, понятна связь между хозяйкой и преступлением и наказанием, ну а для меня это важно тем, что здесь, значит, происходит вот как бы некое развитие той же методологии художественной, да, ну и, соответственно, тогда и вот это гностическое мировоззрение здесь оказывается тоже на первом плане, то есть я утверждаю, да, вот теперь я конкретно о преступлении и наказании, что помимо вот этого известного нам всем социально-психологического, реалистического плана романа, где студента Раскольников убивает, старуху-проценщицу, мучается совестью, идет на каторгу, да, в романе есть вот этот тот же самый мифологический, символический план, где герои – это ключевые персонажи того же самого гностического мифа, да, ну то, то, что Соня Мармеладова – София, хотя бы имя подсказывает, что она София, да, это, это, это вот в литературе, видимо, есть две работы, где, как бы, вот об этом утверждается, да, это заметили, и более того, в характере заметили что-то напоминающее Софию, ну, правда, Софию каноничную, ортодоксальную, да, а не гностическую, да, ну, и то, что она проститутка, вот для меня самое важное, что здесь гностический, вот эта версия гностического мифа о том, что не только силы зла, эту божественную Софию заключили в земное женское тело, они еще и заставили проституткой быть, да, здесь буквально это работает, да, она проститутка, да, по неволе, да, но тогда получается, а кто такой Раскольников? Христос, безусловно, Христос, да, ну, и тут сразу меня всегда возражают, ну, как Христос может быть убийцей? Ну, так это гностический Христос, а гностический Христос – это простой человек, который просто осознал, что в нем божественное начало есть, а раз божественное начало, он хочет спасти людей, но он хочет спасти людей, не зная как, по законам этого мира, он пытается спасти людей так, как может, и он убивает кого? Извините, но тогда старушонка тоже это непростой, понимаете, все персонажи имеют тогда второе дно, то есть, ну, как бы дополнительный смысл, и тогда, вот это, вот это все исследователи Достоевского прекрасно знают, что старуха-проценщица, она какая-то странная, да, ее там раз 20 называют ведьмой, да, это воплощение Архонта, да, как Мурин, Мурин воплощение сил зла, так и старуха, это она подручная Архонта, то есть, Раскольников правильно выбирает, Раскольников Христос правильно выбирает объект своего нападения, он хочет этот мир переделать или разрушить, и он выбирает вот этот столб, да, этот старуха-проценщица, одна из служителей этого демиурга, да, ну, могут сказать, ну, 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 как бы фантазирует, но, но не до такой степени, тогда давайте я сразу к тексту, я убил, утверждаю, да, к сожалению, примеров не могу много проводить, да, но именно текст, меня текст к этому подтолкнул, да, если мы читаем, внимательный текст преступления, наказания, там мы все время сталкиваемся с какими-то загадками, да, и вот эти загадки можно разгадать, только если увидите вот этот второй план, вот я читаю текст убийства, то есть, вот обратите внимание, сцена убийства, да, старуха берет муляж, он там принес муляж портсигара, да, разворачивает, и дальше вот такой текст, она вдруг внимательно посмотрела у него в течение минуты, в течение минуты, задумайтесь, да, вот сцена, да, там, кажется, все на секунду идет, она минуту на него смотрит, да, уже какая-то странность, ему показалось даже в его глазах что-то вроде насмешки, как будто она уже обо всем догадалась, ну, можно сказать, ну, фантазию человека, но тем не менее, факт, факт интересный, да, дальше, когда Раскольников вспоминает о том, что он ее убил, он такие слова говорит, как я ненавижу теперь старушонку, кажется бы, другой раз убил, если бы она очнулась, вот, почему он говорит, не воскресло, а очнулось, ну, этот роман выверенный, да, абсолютно, да, тут каждое слово выверено, если в тексте автор ставит место воскресла, очнулось, почему, да, кто объяснит, это не может быть случайностью, да, она вечна, она бессмертна, и дальше, после этого, во сне Раскольникова, он видит, как он снова идет, бьет ее обухом, а она смеется ему в лицо, она бессмертна, это бессмертная сила зла этого мира, да, и там, это вот эти сны, они очень важны для понимания вот этого параллельного, параллельного сюжета романа, и параллельного вот этого мифологического смысла его, да, потом, вот, может быть, это вот линия старухи, брошу, я не буду, там есть еще, ну, или нет, все-таки это важно, да, когда он, когда он выходит от, первый раз от Сони Мармеладовой, вот он такой там текст говорит, довольно произнес он решительно и торжественно, прочь миражи, прочь напускные страхи, прочь привидения, есть жизнь, то есть он вдруг снова собирается жить, жить и считает, что все нормально, разве я сейчас не жил, но это он у Сони был, не умерла еще моя жизнь, вместе со старой старухой, царство и небесное, довольно матушка, пора на покой, царство рассудка и света теперь, и воли и силы, и посмотрим, померяемся теперь, прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее, ну, вот еще раз считаю, да, царство ей небесное, то есть он противопоставляет старуху с царством, царство ей небесное, довольно матушка, пора на покой, царство рассудка и света теперь, и воли и силы, и посмотрим, померяемся теперь, прибавил он заносчиво, обращаясь к какой-то темной силе, Что за царство, рассудка и света? Вот опять же, понимаете, в таком значимом тексте, мы не можем просто... Читатель пробегает и не понял, и не понял. Но как исследователь, я спрашиваю себя, царство, рассудка и света, с одной стороны, он старуху туда посылал, то есть царство небесное, это то, что нас ждет согласно ортодоксальному христианству. Царство, рассудка и света теперь и волей, и силой, и вызывает какую-то темную силу на бой. Царствие небесное и царствие, рассудка и света, это два главных символа ортодоксального и гностического христианства. Церковь нам обещает царствие небесное после смерти, а согласно гностическому христианству, там не царствие небесное, там плерома божественная, действительно, его можно назвать царством рассудка и света, это обозначение гностической плеромы. То есть здесь Раскольников противопоставляет как раз две версии, вот эта старуха, она служитель Демиурга, и православие, это религия, которая служит Демиургу. Кстати, я утверждаю, что преступление и наказание наиболее радикально видна антиправославная тенденция. Я бы даже так назвал Достоевского. Ну, здесь не могу уже иллюстрировать, просто прочитайте все сцены, где появляются православные священники. Они все написаны отрицательно. Ну, самый наглядный пример и известный, когда Катерина Ивановна, умирая, ей зовут священника, говорит, не надо, не надо, что у вас здесь рублей есть, Бог и так простит, а не простит и не надо. То есть она такой жест богоборчества, отвергает священника. И чуть раньше она там говорит, что вот посмотрите, вот это Бог принимает. То есть вот это, ну, не буквальное там как бы отрицание, но по крайней мере негативная реакция героев. И, кстати, и священники, приходя к Раскольнику, там, дописано, он странно озирался. Зачем это сказано, что священник, придя к Раскольнику, странно озирался в его коморке там, да? Ну, непонятно, знаете, почему? Вот и все, просто вот такие детали, понимаете? Но вот они складываются в некую логику, да? Теперь по поводу Софии, да? Почему это София? А вот давайте посмотрим, как выглядит сцена первой встречи Раскольникова. Умирает Мармеладов, его туда приносят умирать. Ну, и там прибегает Соня, и там впервые Раскольников ее видит, да? И вот так сказано ее появление. Из толпы неспешно и робко протеснилась девушка, и странно было ее внезапное появление в этой комнате среди нищеты лохмотья в смерти и отчаяния. И дальше говорится, что она была в платье с длинным хвостом и смешной соломенной круглой шляпки с ярким огненноцветом перун. Да? И все, на этом закончено. Но вдруг Раскольников после встречи с ней, вдруг вот это утверждение о царстве рассудка и света, это вот он после этой встречи, вдруг у него какой-то энтузиазм появляется, да? И он даже решает идти к Разумихину зачем-то, да? Непонятно зачем, не собирался. Вызывает его и дальше говорит ему, то есть непонятно даже зачем он его вызывает, но он говорит, я вот только что умер Мармеладов, то есть как бы сразу, то есть у человека подъем, да после смерти, смерти Мармеладова, странно, да? Ну мы понимаем, что не смерть вызвала этот подъем, а встреча с Соней, он как бы в нем влюбился, как из ликторатуры говорят, хотя в следующий раз он ее даже не узнал, да? То есть на самом деле не в этом дело, а просто какая-то мистика, отношение возникло, да? Между ней. И дальше он Разумихину говорит такие слова, что вот только что умер Мармеладов, и знаешь, я там видел еще другое одно существо с огненным пером. Я там видел еще одно другое существо с огненным пером. Ну формально у него перо на шляпке было, да? Но я думаю, что любой из нас, если внимательно вчитается, что имеется в виду, что за существо с огненным пером? Так это иконография Софии при мудрости Божьей, ангел с огненными крыльями, да? Достоевский намекает, да? То есть вот прямая отсылка, ну это, кстати, вот это заметили, это Новикова, по-моему, да, исследовательница Достоевского, она об этом впервые написала, она вот этот текст, да, причем существо, не человек, не женщина, не проститутка, там одно, я видел одно существо с огненным пером, да? Ну повторю, это намек на иконографию Софии. Ну и тогда самое выразительное, это, конечно, то, как Достоевский использует в центральном эпизоде романа, чтение, когда Соня читает Раскольникову «Воскрешение Лазаря», да, как он использует текст Евангелия, чтобы своё, 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 как бы смысл донести до читателя, да? Потому что ведь вот там, по сути, он обыгрывает сценку, которую, наверное, мало кто помнит, ведь в Евангелии это она, прежде чем Христос воскресить Лазаря, он беседует с Марфой, сестрой, да? И Марфа его как бы упрекает Христа, «Что ж ты так поздно пришёл, твой друг Лазарь умер уже?» Он говорит, а Иисус ей говорит в ответ, «Ну так ты же понимаешь, что я Бог, я воскрешу, я перескажу, сейчас я текст прочитаю, что он воскреснет». А она ему отвечает, как правоверная иудейка, «Ну да, я знаю, он воскреснет там, на страшном суде». Нет, говорит, я истинной жизни, вот здесь и сейчас он воскреснет, да? То есть какой-то такой спор получается между Марфой и Иисусом. И вот этот текст, именно этот текст Соня читает, как бы, ну потом она читает и само воскрешение. Но давайте вот послушаем, как вот здесь это подано Достоевским. Я сразу обозначу, в чём тут дело. А Достоевский целиком этот текст, вот этой беседы Марфы и Иисуса воспроизводит, ну она воспроизводит Раскольникову, но он делает две вставки, да? То есть авторские вставки сделаны, да? В тексте Евангелия Теанна. И вот что получается, вот давайте теперь послушаем. «Иисус сказал ей, Марфе, я есть воскрешение и жизнь, верующий в меня, если и умрёт, оживёт, и всякий живущий и верующий в меня не умрёт вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему. Дальше авторская вставка в скобках. «И как бы с болью, переведя дух, Соня раздельно и силой прочла, точно сама во всеуслышивание исповедовала, так, Господи, я верую, что Ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Она быстро, и дальше снова вставка, она быстро остановилась, быстро подняла, было на него глаза, на Раскольникова, но поскорее пересилила себя и стала читать дальше. Понимаете? То есть, Достоевский выделяет вот эту фразу, «Так, Господи, я верую...» То есть, это Марфа говорит Иисусу, да? Там в Евангелии, получается, Соня говорит о Раскольнику. «Я верую, так, Господи, я верую, что Ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир». И в том, что комментарий какой? «Как бы с болью переводят дух, Соня раздельной силой прошла, точно сама во всеуслышание исповедовала». То есть, по сути, Достоевский переносит слова Марфы Соне и делает это ее исповеданием. И Соня Раскольникову говорит, «Итак, Господи, я верю, что Ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир». То есть, получается, что вот на наших глазах она ему говорит, «Я знаю, что Ты, Христос». Ну вот, читайте этот текст внимательно. Вот это просто, причем я всего примел, ну там 3-4 примера. Таких примеров по роману, по тексту романа огромное количество. А что происходит в финале? А в финале она превращается в Богоматери. Там каторжные идут, говорят, вот матушка наша Софья, там, как ее, Семеновна, да, а не к ней лечиться до Шарилии, от нее магическая сила исходит. Она реально превращается вот в эту божественную Софию под влиянием того, что вот Раскольников Христос с ней соединился. А он сам, как бы, ну вот он принимает вот это новое свое служение, и в конце романа говорится о какой-то новой жизни, которая им предстоит. Я утверждаю, что в конце романа они просто возносятся в флерому в этом мистическом плане романа. То есть, это вознесение в флерому там описано, да, но им предстоял новая жизнь, новый мир, переход в новое бытие, да. Это можно прочитать. Все исследователи говорят, что это какой-то странный финал, какой-то непонятный, какие-то слова непонятные. Вот если мы видим этот мистический, мифологический сюжет, там мистическое событие вознесения Софии и Иисуса Христа в флерому божественную, да. И тогда следующий роман «Идиот». Этот же самый Иисус Христос снова входит в мир в виде Мышкина, да. Мышкин – это тот же Раскольников. Это, кстати, как ни странно, вот меня поразило, что, оказывается, в Японии есть такие работы, там даже традиции есть, интерпретация Мышкина, как Раскольникова, который приезжает с каторги. Да, вот это я с японскими коллегами общаюсь, вдруг узнал, что вот у них несколько работ есть на эту тему. Кто-то задал такую традицию, и она поддерживается. Абсолютно правильно. Мышкин – это вот этот Христос, уже признавший свое предназначение, он снова спускается в мир и пытается спасти людей. И в «Идиоте» гораздо менее наглядное, конечно, это… Пора заканчивать, да? Сейчас буквально несколько фраз, да. Гораздо более сложная эта методология вот эта двух планов романа реализована, да. На мой взгляд, почему? А потому что Достоевскому легла другая идея, да. Вот тут я развожу руками, откуда он ее мог знать. Эта идея изложена в гностическом Евангелии от Филиппа, который был найден в 1945 году, да. Какая идея? А идея о том, что к числу важнейших христианских таинств, гностического христианства, приближает чертог брачный, так называемый, да. Я не буду сейчас вникать, но тут надо в детали и гностической мифологии, и гностической философии вникать. Но смысл в том, что вот эта идея, которую я описал, которая в Евангелии от Анны очень наглядно представлена, что задача человека – раскрыть в себе Бога, стать реально Богом, она на самом деле невыполнима для отдельного человека. Почему? А потому что произошло разделение человека на мужчину и женщину. Поэтому, по сути, стать божественным существом может только пара, соединившаяся, да. И если мы утверждаем, что Христос это сумел сделать, то, конечно, и Христос должен был иметь пару в виде женщины. Это Мария Магдалина. Евангелие от Филиппа – это Мария Магдалина, да. Там текст такой, что ученики говорят, почему ты… То есть Христос целовал Марии Магдалину, ученики спрашивали, почему ты любишь ее больше, чем всех нас, на что он отвечал, почему я вас не люблю так, как ее. Такой загадочный немножко текст. Но совершенно однозначно, между ними какие-то отношения. Они мистические. Только не надо тут же вот эта, вот эта вся эта желтая пресса, да, с ее там этим браком и детьми даже, Иисуса Христа и Марии Магдалины. Это мистический брак. В Евангелии от Филиппа он даже противопоставлен земному браку, да. Это совсем иное, это мистика какая-то. Так эту мистику Достоевский изображает в отношениях Мышкина и Настасии Филипповны, да. Вот здесь только единственное, я прочитаю цитату, да, которая, которая сразу вот это и задает. Первый раз, когда Настасия Филипповна приходит в картину «Ганни», она первый раз видит Мышкина, и она вдруг ему говорит, что это в самом деле, я как будто его где-то видела. Да, вот первая фраза, которую она говорит Мышкину, я как будто его где-то, она его заслугой считает, да. И потом она говорит, право, я где-то его видела его лицо. А он что и отвечает? Точнее, она его потом спрашивает, «А как же вы меня узнали по портрету?» Но он видел его портрет. И еще, еще, еще потому что именно так я вас и воображал, Мышкин говорит. Я вас тоже как будто где-то видел. Где, где? Ваши глаза точно где-то видел. Да, это было, да, но это быть не может. Это я так. Я здесь-то никогда и не бывал. Может быть, во сне? Да, то есть вот они взаимно друг другу говорят, что они где-то друг друга видели. То есть Достоевский намекает, что между ними на небесах, вот как говорят, мистический враг, да, то есть они предназначены друг другу с точки зрения вот этого мистического брака. Но проблема-то и в том, что помимо мистического брака и земной брак, да, и вот, собственно, Мышкин Христос и разрывается между вот этой мистической, чертог брачный в Евангелии от Филиппа, это названо отношениями к Анастасии Филипповне, и вот этими земными отношениями к Аглае, да. И Аглай в этом смысле это наваждение земное, да, но я не буду, это целая тема у Достоевского, да, вот противоречия между таким идеальными, идеальной любовью и земной, да, это все исследователи знают, у Достоевского на эту тему много, да. Но просто в этом романе, да, вот как ни странно, вот вся проблематика вокруг этого вращается, да. Более того, ведь вот этот мистический брак, он приводит к тому, что человек, становясь Богом, он преобразует действительность вокруг. И вот в этом смысле известный тезис этого романа «Мир спасет красота», да, ну, гора статей на эту тему, все говорят, ну, конечно, это им он имеет, причем это в контексте обсуждения красоты Анастасии Филипповны и Аглае речь идет, мир спасет красота, но все исследователи говорят, ну, это случайно, да, на самом деле имеется в виду красота Христова, красота мира, там, да, это женская красота имеется. Вот я мое утверждение, вот в целой главу я этому посвящаю, роман идет, посвящен доказательству, в частности, того, что вот этот тезис «Мир спасет красота» посвящен, то есть в этом тезисе красота, именно женская красота, то есть именно через соединение мужчины и женщины, такое абсолютное соединение, да, вот в мир входит божественное начало, которое спасет мир, вот что имеет в виду Достоевский в этой фразе и в этом романе. Ну, вот так я интерпретирую. И это, безусловно, проистекает из вот этого гностического мировоззрения, ну, вот конкретно Евангелие от Филиппа, ну, как он мог все-таки это знать? Так это ж куртуазная любовь, это ж в культуре было, понимаете, это памятники не были, но традиция такого понимания отношений мужчины и женщины, да, недаром там Мышкина сравнивают с рыцарем бедным, да, как бы, как раз вот эта куртуазная любовь и вот это особое, особое такое, какое-то романтически идеальное отношение, которое в средние века было популярным, да, вот это как поклонение даме сердца, там появляется как тема, да, и иронично там герои сравнивают отношения Мышкина и Анастасии Филипповны с этой традицией. Ну, так эта традиция, она откуда идет? Из Прованса, от катаров, от гностиков известных, да, то есть это как раз традиция, в которой вот это, именно эта идея гностического христианства, о чертоге брачной, о мистическом соединении мужчины и женщины, она и реализовалась в культуре европейской, да, так что вот я только три примера привел, три произведения, где вот, ну, так вот, необычно, на мой взгляд, можно увидеть влияние гностического мировоззрения, но, поверьте, вот в своей книге я пытаюсь практически все произведения, все, вплоть до таких, как, казалось бы, далеких от религиозных проблем, как село Степанчикова и его обитатели, да, вот кто знает, но какая там религиозная проблематика, да, там то же самое, там Фома, это высший человек, это тоже, если хотите, я чудовищную вещь скажу, это Христос такой, человек, пытающийся стать Христом, этот Фома, Фомича Пискин, да, отвратительный, да, ему частично это удается, в этом его магия, да, там, влияние на людей, да, все мы идем по пути Христа по-достоевскому, и все мы должны стать Христами, да, и вот он это, а Ставрогин, если хотите, это неудачный, неудавшийся Христос, вот, то есть, если человек шел по пути Христа, и ему не удалось, он застрял где-то вот в промежутке, это чудовищная судьба, вот в Ставрогине именно эту судьбу такого неудавшегося Христа Достоевский показывает трагическую, а, да, еще Свидригайлов, вот кто такой Свидригайлов, тоже очень любопытная интерпретация у меня, но если возвратиться к роману «Преступление и наказание», у всех героев символические двойники, Свидригайлов это агосфер, агосфер, вечный жид, он там, он не первой жизни живет, он живет, он устал от жизни, потому что его жизнь продолжается вечно, он не может умереть, да, и он там несет идею бессмертия такого жутковатого, да, как повторение жизни в ином мире, да, ну, а Порфирий Петрович, вы сами мне скажете, кто такой, Порфирий Петрович, даже его инициалы подсказывают, если Раскольников Христос, то Порфирий Петрович, понтипилат, конечно, вот на этом я и закончу, да. Потрясающе, друзья, давайте вопросы, прошу вас. Порфирий Петрович, спасибо. Вопрос. Значит, а все-таки как вот в этом плане, когда мы берем христианство традиционное и гностическое, да, вот в вашей интерпретации, значит, понятие церкви как мистическое тело Христово, вот, и, так сказать, это, на мой взгляд, главное, что отлич... ну, не будем говорить главное, но это существенно то, что отличает, вот, христианство отцов церкви и, вот, христиан-гностиков, да, вот. Ну, и вот разницу между церковь земной и церковь как мистического тела Христова, ну, видели все христианские мыслители. И разница не в том смысле, что там историческая церковь, там индульгенции, там какие-то непотребные священники, упадок нравого духовенства, не в этом смысле. Ну, да, там благодать и спасение, да, я согласен, да. И Иоанн Дамаскин, он самый ортодоксальный для католиков и для православных, он эту разницу видел и о ней говорил, вот. Вот, и это самое, и даже вот реформация, казалось бы, там непосредственно этот концепт не выступает, но так как Милахтон, Милахтон трактует два главных таинства, да, крещение и причастие, евхаристию, там тоже есть, вот. А у гностиков так таковых, это самое, этого нет все-таки, вот, это самое. Ну, если оригена считать гностиком, я с этим не согласен. А вот другой... Друзья, коллеги, вот как не надо задавать вопрос? Я уже понял, понял, я отвечаю, да. А не выступление. Я отвечаю, сейчас я... Андрей, садись. Да, я понял вопрос. Я понял вопрос. И я согласен, да, вот в этом я согласен, что это очень точно замеченное различие. Действительно, понимаете, я не говорю, вот здесь я могу сказать, не исключено, что вот это искажение, которое было вынесено в исходное христианство, благодаря которому ортодоксальная церковь возникла, оно было исторически необходимым, потому что действительно, вот эта идея церковного единства и спасения через церковь в гностическом христианстве, ну, вот так явно, по крайней мере, его нету. Я согласен, оно более индивидуалистично, да, это такая, это, вот, кстати, на самом деле наиболее точная, это, как бы, модель, которую мы знаем, ну, исследователи знают по отношению к гностическому христианству и которая церковным обладает даже началом, это мандеи. Мандеи, вот это, как бы, это прото-христианство гностическое, да, и там действительно есть священство, которое спасается, а вот спасаются ли все простые верующие, непонятно, да, то есть я согласен, что в этом есть принципиальные различия, которые, возможно, в истории было необходимо, да, церковь действительно миллионы масс объединяла, давала надежность на спасение, гностическое христианство этого не давало, оно только, по сути, такое индивидуальное спасение провозглашало, духовное развитие, да, и в этом разница, да, и, возможно, это, вот в данном случае, может быть, это и в пользу ортодоксального христианства разница. Прошу вас. – Я очень внимательно выслушала ваш доклад, получила большое удовольствие от него и поняла ваше выступление таким образом, что вы хотите сказать, представить Достоевского, творчество Достоевского, как новое-новое Евангелие. Право? Так я вас поняла? – Да нет, почему? – То есть, ну, вы считаете, что Достоевский ну, вот религиозный мыслитель, и это в нём самое главное. Я хочу сказать, что я в пятом классе прочитала «Бедных людей» и целую ночь не спала. Я не знала ни Канта, ни Гегеля, никого. Я восприняла это как художественное произведение. И тот факт, что Достоевский может жить как художник, говорит о том, что всё-таки главный художник. Это мой вопрос такой. А вот как вы считаете, на позицию Достоевского оказал какое-то влияние Кант или не оказал Кант? Вот я Канта давно читала, давно читала эту религию с точки зрения разума. – Да, и мне кажется, что вот проблема добра и зла или греха, как разбирает её Кант, она очень где-то сходится с тем, как трактует её Достоевский, её своих героев. Ну, и вот вообще у меня вопрос касается взгляда влияния Канта на Достоевского, потому что главный его герой, Раскольников, всё-таки вышел из Достоевского, если Бога нет. А идея о том, что Бога нет в XIX веке была, собственно, с лёгкой руки Канта распространилась. И второй вопрос. Вот в конце своей жизни Достоевский увлёкся Помиловским. Он очень часто с ним встречался, часто беседовал. Вот как вы думаете, его привлекало Достоевского творчество эстетическое Помиловского, он был прекрасным рассказчиком, или его связь с церковью, с религией и так далее? Два вопроса. – Да, ну, первый вопрос, точнее, три вопроса у вас. Первый вопрос относительно соотношения художественного и философского у Достоевского. Ну, конечно, будучи писателем, конечно, он в романах вот эту занимательность демонстрирует, да, и есть роман «Униженные и оскорблённые», где все признают, что философии достаточно мало. Это действительно художественное произведение, куда он вложил свой художественный талант, а философских идей там минимально. Но есть произведение, где господствуют философские идеи, никуда не деться, вот «Хозяйка», она потому и плохая в художественном смысле, что здесь он чересчур нагрузил её философскими и вот этими символическими смыслами. Есть «Сон смешного человека», который просто художественная иллюстрация философских идей, да, есть записки из-под поля, которые, по сути, философским произведением. Так что, да, есть, ну, и можно читать художественные произведения Достоевского, где художественная выразительность главная, и, ну, как бы считать, что и не нужно мне философские идеи его знать. Ну да, но тогда, но если мы хотим всё-таки понять Достоевского, роль Достоевского в мировой культуре, то тогда без этого не обойтись. Тогда мы не поймём, почему он такое влияние оказал, в том числе на философию. Так он на мировую оказал, там, на Сартера Камеон не меньше оказал влияние, чем на, там, русских, на каких-то, да, это великие философы 20 века, там, и большинство, кстати, немецких, например, философов 20 века Достоевского называли в качестве тех, кто на них повлиял, но не случайно же это было, да. Ну, если вы не хотите, ну, можно не считаться этим, я повторю, считать его как писателя, но, тем не менее, и сам он говорил, что он хочет быть философом, да, и считает, что философия – это высшая форма художественного творчества, да, у него философия – это высшая форма поэзии, как он говорит, это вот буквально цитата, да, это первое. А что касается Канта, я уже сказал, ну, Кант, Фихт и Шерлинг Гегель – это одна школа, поэтому Кант, конечно, на него повлиял, но на него больше повлиял Фихт, мне кажется, и своим религиозным учением, да, а Фихт все-таки это гораздо более сложная и более религиозная, я бы сказал, и христианская философская концепция, чем Кант, поэтому я влияние Канта не очень вижу у Достоевского, а влияние Фихты вижу, ну, вот, постоянно в очень многих произведениях, да, хотя Кант, ну, немножко, конечно, тоже повлиял. Но что касается Помиловка, тут я просто не знаю, не рискну утверждать что-то, да, но я думаю, что все-таки больше он как художество, как писатель он его ценил, а не как, там, не знаю, там, Зантака церкви, если вы это имели в виду. Игорь Иванович, какие еще виды мировоззрения, кроме философского, вы выделяете у Достоевского? Ну, религиозное, художественное, нет, художественное, философское, и философское, художественное, религиозное, мне кажется, эти планы можно у него как отдельные выделить, хотя они сплавлены, да, то есть, как бы, есть отдельно философское, наверное, есть отдельно религиозное концепции, вот, ну, по крайней мере, между религиозной и философской составляющей, вот эту разницу я могу продемонстрировать, да, вот, например, вот этот гностический миф про Софию, это миф, да, он абсолютно нелогичен, то есть, для философа он не нужен, он мешает даже, да, и вот тут у Достоевского даже иногда противоречия возникает, как художник ему этот миф, видимо, привлекателен, и он его, вот, в хозяйке, например, выражает, но этот миф, он, вот, главному принципу гностического христианства, да, который я сформулировал, то жество Бога и человека, да, по сути, что Бог – это наша сущность, он немножко противоречит, они не совсем сходятся тут, да, ну, вот, поэтому, когда-то можно говорить, что вот в хозяйке больше господствует художественное, художественно-религиозное мировоззрение, да, а не философское, а вот в «Преступление и наказание» он уже художественно-философское мировоззрение, на первую половину выявил, хотя все равно вот этот миф использует, но он там из-за этого менее заметен, на самом деле, да. Пожалуйста. Можно я пока там задам вопрос? Вопрос такой. Он понимал, что он враг православия? Достоевский понимал, что его позиция глубоко враждебна православию, не только церкви, а учению православию, не административной структуре, а понимал ли он это? Я думаю, что в ранние годы понимал и в поздние, но не мог это прямо сказать, вот моя позиция такая. Наиболее заметно это в той же «Хозяйке». Я еще раз напомню. Главный герой Василий Ордынов пишет трактат об истории церкви. Почему об истории церкви? Более того, в конце, когда он теряет Катерину, полностью разочаровывается в жизни, там сказано, он приходит в церковь, раскаивается, даже лежит там в церкви, как вот там какое-то, не знаю, покаяние как будто у него, крик на полу, да. То есть вот здесь наглядно продемонстрировал. Вначале он пишет какую-то историю церкви, а какую, кстати, вот можно догадаться? Да он какой-то о ересях каких-нибудь пишет. Не дали Мурин там раскольник, да. То есть он, а это первый автобиографический герой. То есть первый автобиографический герой пишет какую-то книгу по истории церкви, потом разочаровывается, идет и принимает православие. Ну, как разочарование именно, да, как отказа от того, на что он надеялся. Но мне кажется, здесь вот это противопоставление православного мировоззрения и какого-то вот своего, который он вынашивал, да, он не мог его прямо сказать, тензюру просто запретил, просто элементарно. Это вы догадались о том, что он тайный враг православия. А у Достоевского, возможно, в письмах какое-то признание своему лучшему другу. Это есть? Ну, такая известная фраза, да, о том, что православие там, как он говорит, там, в проличе там с Петра Великого. Хорошо. Нет, есть? Пожалуйста, еще вопросы. Вот, тянется рукам вдали. Игорь Иванович, спасибо большое за доклад. Вот, я так понимаю, что вы гностицизму симпатизируете давно. Нет, ну, что значит симпатизирую? Я его изучаю. А почему? Ну, нет, ну, как правило, человек, который изучает, он симпатизирует своему предмету. А как можно по-другому? Да, слушаю вас и понимаю, что все-таки у вас симпатии все-таки не на стороне исторического христианства. Так нет, почему? Что значит симпатии? Как раз я только что сказал, что я не исключаю, что, например, когда во II веке произошло радикальное искажение, да, и вот это истинное христианство, как я называю, гностическое, было заменено ортодоксальным, это исторически было правильно, потому что гностическое христианство, оно элитарное, оно не могло вот это средневековое общество удержать, когда распад начался чуть позже, да. Поэтому, конечно, как бы вот эта церковная организация, про которую вопрос тут правильно задали, она превосходство ортодоксального христианства дает. Ну, понимаете, я исследователь, я просто источники библистические изучаю, вижу, как было. Я же не могу, я могу признать, что так исторически было, возможно, в этом историческая правда была, но для XIX века вот Достоевский уже выступает человеком, который понимает, нет, все дальше с этим ложным христианством, оно же подавляет человека, оно подавляет творческую энергию в человеке, до какой-то поры это, наверное, полезно было. Но потом это нужно раскрепостить, эту энергию, да, и поэтому нужно как бы правду сказать о том, что это не то учение, которое... Я по-другому задам вопрос. Значит, пускай вы не сторонник, допустим, вы говорите о том, что Достоевский сторонник истинного христианства, которое является гностическим, да? Вот в гностицизме там понятно, там творение само является ложностью, а в ортодоксальном христианстве человек испортил творение. А в чем разница принципиально? Почему одно лучше, а другое хуже? Почему Достоевский, по-вашему, выбирает то христианство, которое, как вы считаете... Ну, вот это очень хороший вопрос. К сожалению, я сразу вначале сказал, что я не могу в детали уникать, мне времени на все не хватило. Но теперь, раз вы задаете, я очень кратко отвечу. Дело в том, что в гностическом христианстве идея самоспасения... Кстати, борцы с ересью так ее и называли, поэтому я использую. Идея самоспасения. Человек, никакого греха на нас нету, да? В нас просто божественное начало подавлено вот этой второй стороной злой, который Демиург в нас создал, да? И еще он на нас идеологически давит, да? И заставляет нас забыть о том, что мы... Точнее, не знать, что мы божественные существа. Но задача человека, познав, что мы божественные существа, сами себя спасти, раскрепостить и сами стать божественными существами и переделать этот мир к совершенству, да? И еще раз повторю, здесь есть некое противоречие между мифологической стороной гностицизма и философской, потому что миф гностический, да, говорит, что наш мир и весь ад, его исправить нельзя, он только погибнуть должен. Ну, понимаете, это миф, это миф первого века, да? А в историческом развитии уже философии гностического христианства, да, здесь появляется идея, что, конечно, мы этот мир должны переделать к совершенству, да? Из ада сделать раем, да? И вот человек должен это сделать. Ортодоксальное христианство говорит, как раз получается, что мир плох, и все, и не исправить, только то, вот давайте в Царствие Небесное пойдем и там получим. Ну, так это лишает человека, это же великий инквизитор Достоевского, да, об этом, да, что эти людишки, они тогда, ну, вот они живут и ждут этого царства, и все, им на этой земле ничего не надо. А гностическое христианство предлагает нам раскрепостить себя и получить полную вечную жизнь на этой земле, да, и сделать эту землю раем, да, то есть рай на земле – это очень важный концепт, кстати, гностического христианства и соответствующей философии. Вот вы читали фрагмент из «Хозяйки», там герой спрашивает, с какого-то неба. Встречаются ли вам в текстах гностического характера указания на то, с какого именно неба или на каком именно небе находится София? Ну, там нет такой систематики, это же Дионисий Ареапагит только вел вот эти конкретные уровни 9 там этих, да, а в Плероме нет, не выделено, но сказано, что София один из последних, там, да, вот в некоторых версиях говорится, что она ближе всех. Нет, там нету, так нет, это и не может быть, в исходном гностическом мифе этого не может быть, потому что вот эта Плерома, то есть вот этот божественный мир, Плерома – это целостность, и там иерархии нету, они все как бы равны, по сути, все эти существа, и она одна из них, да, одна из многих, поэтому там нет, не выделяются уровни. Ну, по крайней мере, в исходной версии. Позже, конечно, после Дионисия Ареапагита там появилась и, по-моему, и у гностических там мыслителей такая, как бы, иерархия, но это не является уже, как бы, аутентичным, исходным. Ну, по крайней мере, Достоевского я это не вижу. Спасибо, Игорь Иванович. Еще вопросы? Про Тяниси рука? Еще один вопрос. Иван, тогда, как бы, ну, такой вопрос завершающий, да, у всех гностиков по-разному описывалось окончание всего вот этого, вот что тут происходит, да, там, у Валентина там мир должен заснуть и так далее. Вот, по вашему мнению, у Достоевского была какая-то перспектива, чем все это закончится? Ну, конечно. Так, нет, два произведения. Вот я целую главу, третья глава моей книги специально вот этой проблеме посвящена, да, это два текста, где очень четко все это прописано. Это текст со странным названием, ну, странным названием для неспециалистов, Маша лежит на столе, но он не имеет названия, это первая строка просто, да, это жена его мертвая лежит в соседней комнате, Мария Дмитриевна Исаева, это на следующий день после смерти своей первой жены он записал рукописный текст, да, вот, который очень известен тем, что это философский, это один из самых, наверное, концентрированных философских текстов Достоевского, да, примерно 3-4 страницы в современных, нет, да, 4, по-моему, страниц в современных изданиях, да, где, по сути, вот он, там, Маша лежит на столе, увижусь ли с Машей, собственно, вот первое предложение, да, он как раз думает, будет ли когда-нибудь вот эта перспектива вечная, где мы увидимся с Машей, и там он историю очень подробно описывает, да, и говорит о том, что в конце будет всеобщий синтез, да, мир сольет, человечество сольется в единство и сольется с миром, дальше, точнее, не дальше, а раньше, Чадаев, ровно это апокалиптический синтез, да, последние строки философических писем, ровно об этом, да, Достоевский по-своему реализует очень известную идею, которую Чадаев, Достоевский, Соловьев, да, дальше у Бердяева намеки на это есть, да, вот это логика, да, и второе произведение Достоевского, где об этом же речь, значит, Сон смешного человека из дневника писателя за 1877 год, где тоже он изображает идеальное общество, да, где люди, некое слияние, некое единое существо уже почти перешли, и они в единство с природой приходят, то есть вот и есть такой рай на земле, который связан с преодолением разделения, зло это разделение, как известно, начиная с Платона, да, поэтому воцарение абсолютного добра, рая, это преодоление всех форм разделения, прежде всего между нами, да, слияние нас в некое такое единство духовно-материальное, и, соответственно, слияние человечества с всей материальной природой. Повторю, читайте вот эти два текста, там это, в общем, в «Сне смешного человека» это называется «Целая Вселенная», с большой буквы там, целая Вселенная, да, в конце ждет нас. Ну да, нет, да, там, конечно, драматургия есть, да, это ж писатель, диалектик, да, тут масса тем одновременно, да. Пожалуйста. Спасибо большое за интересное сообщение. Если проследить вот так, сам Достоевский признается, что он хотел быть философом, ну и, собственно, философские тексты в его художественных сочинениях, начиная там с конца XIX века, там, Ишестов и прочее, кого-то его называли, правда, не так много, признавали это дальше. Достоевский высказывает, Достоевский враг православия, да, третьей тыс. Ну, я бы так не стал говорить, это просто Александр Александрович так радикализировал, но я считаю, что иногда, да, иногда это у него проявляется. Вот эти признававшие философские взгляды Достоевского, выражения философских взглядов в художественном творчестве Достоевского, они видели это, они видели вот это, ну, если не вражеский лик, так сказать, в отношении того, вот, как вы это представляете, да, или же, или как, вот маленький такой срез историографии, что ли. Нет, ну, да, конечно, так Мережковского, самая известная работа, наверное, которая вот открыла такого вот необычного Достоевского, да, это же работа Мережковского, Лев Толстой и Достоевский, да, где он, по сути, пишет, что, как бы, христианство Толстого, это христианство плоти, христианство Достоевского, это христианство, это особое христианство духа, но особое христианство, которое не совпадает с этим, и которое, вот, там, в духе Иохима Флорского, там, Мережковского, уже сам это интерпретировал, да, что это новая религия, новая форма христианства, которая должна эту форму преодолеть, да, то есть, по сути, вот то, что христианство Достоевского, оно в определенном смысле противостоит нынешнему христианству, Конечно, да, Мережковский имел в виду, да, и у Бердяева это тоже присутствует в книге Мерсесерца, не Достоевского. То есть целая такая вот история, да, взглядов, взглядов. Ну, нет, там, ну, я не могу сказать, что... Хотя, наверное, Достоевский был не так опасен, как Толстой, чтобы, да. Ну, да, но он не так, он, все-таки он диалектично относился, он никогда о православии резко так, как Толстой не говорил, а часто хвалил, понимая, что это очень важный социальный институт, да, понимаете, но если Россия живет с православием, там, тысячу лет, да, от этого уже никуда не деться, она уже стала столпом, да, тут как бы мы ни говорили о том, что это все-таки не истинное христианство, да, все равно этот феномен имеет колоссальное позитивное значение для истории и для нас с вами. И я это говорю, колоссальное позитивное значение, вот, да, но как исследователь я изучаю историю христианства и говорю, вот, факты, факты, сейчас у нас достаточно фактов, что вот такую теорию, это уже не гипотеза, это теория, да, такую теорию считать правильно, а читая Достоевского, я вдруг с удивлением в свое время обнаружил, что да, вот он эту теорию полностью разделяет, хотя у него таких фактов, как у нас, не было. Можно маленький еще, не уточняющий, просто в одно слово, вот я, вы несколько раз говорили, что вот, ну, если вот читатель акцентировал бы на этом внимание, он бы заметил, на самом деле, я вот не замечал вот такого отношения к священнику, скажем, к критику, как вы там сказали, критикующего, негативного, да, всякий раз, когда появляется священник в его произведениях. У меня вопрос, во всех произведениях, вот я просто не акцентирую... Нет, конечно, я только про преступление на Казахстане, безусловно, да, и там это, понимаете, только если вот у вас установка будет, и вы эти сцены прочитаете, тогда вот вы что-то угадаете. Вот теперь передумаю. Да, вот нет, это действительно интересный эксперимент, вот установка как важна, если нет установки, и я никогда это не замечал, читая роман там, да, а вот когда остальное заметил, тогда вдруг заметил и это, это не самый главный аргумент, конечно, но вот это любопытно тоже, что здесь это появляется. Так это, кстати, первым заметил, это Константин Леонтьев, да, это же известное его суждение о преступлении наказания, да, он говорит, вот говорят, что это православная усилия, ну, как вы прочитаете преступление наказания, да, какая там Соня православная, да, она никакая не православная, это вот просто, ну, я сейчас там не помню, как он аргументы выстраивает, да, но он прямо пишет, даже удивляется, ну, как, какая же она православная, да, никакого там православия я не вижу. Константин Леонтьев, который, ну, уж православный из православных. Моя любимая сцена, где, помните, заканчивается такими словами, в комнате были двое за чтением священного писания, проститутка и убийца, за чтением священного писания. Ну, действительно, может быть, просто обращать внимание. Спасибо. Так, пожалуйста, последний вопрос. Вы, наверное, знаете литературу Веда Касаткина. Ну, конечно, да. Мы с ней лично очень часто вот так спорим. Да, у нее похожая интерпретация Достоевского. Ну, только вы ей не говорите это. Да, ну, насколько ваша интерпретация отличается от ее подхода, это первый вопрос. И второй вопрос касательно участия Достоевского в кружке Петрашевского. Насколько известно, что они там изучали масонскую литературу, и вот оттуда, возможно, эти гностические шлейфы, и они проникли, естественно, в творчество Достоевского. Есть ли какие-то на эту тему рассуждения? Да, это, кстати, очень правильный вопрос. Да, да, да. Ну, во-первых, по поводу Татьяны Александровича, я очень хорошо знаю, мы с ней известные оппоненты. Во-первых, вы совершенно правы, это некий парадокс. Мы с ней абсолютные оппоненты, да, без конца спорим. Она категорически меня опровергает и отвергает мою концепцию. При этом, действительно, в ее работах одна из главных идей – это влияние гностического мировоззрения на Достоевского. Но ее-то мысль заключается в том, что на Достоевского влияли только отдельные идеи гностицизма, да, он их использовал, но никогда не был гностиком. Более того, она принципиально не признает, что гностическая ересь – это истинное христианство. Вот здесь расхождение принципиальное. А тогда, действительно, формально, если вы ее лекции послушаете в интернете или там работу почитаете, она даже, может быть, раньше меня стала писать о том, что вот у Достоевского гностические идеи есть, причем как бы так системно, да, он пытается. Так это показывает, что реально это отрицать невозможно, да, то, что влияние гностических идей. Тихомиров Борис Николаевич, у него две работы есть, где он пишет о явном присутствии каких-то гностических мыслей у Достоевского, да. Но, повторю, это вот вопрос интерпретации. Видеть в гностицизме просто некое отклонение, ну, может быть, творческое отклонение внутри христианства, или видеть совершенно другое мировоззрение. Вот это практически никто не видит. Вот в этом специфика моего подхода. Я вижу в этом как бы именно истинное, исходное, первоначальное христианство, по отношению к которому ортодоксально является искажением, да. Что касается Кружка Петрашевского, это абсолютно правильный вопрос. Я думаю, что вот, к сожалению, очень мало материалов осталось. Я думаю, колоссальное, даже определяющее влияние эти заседания имели в виду. Одно из заседаний было посвящено Фихте, это известно, да. И сохранились письма Спешнева, где он о Фихте с восторгом пишет, что это родоначальник всей новой философии, да. Вот это для меня аргумент, я там и хорошо знаю эти письма, что это аргумент для утверждения, что и Достоевский испытал влияние Фихте, да. Ну, насчет масонства, я не знаю, откуда вы знали, что там масонские идеи, да, потому что они изучали историю философии. Фейербах, Фихте там, да, то есть, ну, Фихте масоном формально был, да, но это все-таки не масонская философия, а такая, как бы, ну, европейская, классическая, да. Ну, наверное, но то, что Достоевский интересовался масонством, если эту тему взять, это да, у него несколько суждений таких очень сложных о масонстве, да, и видно, что, как и Лев Толстой, кстати, да. Ну, и это понятно, потому что масонство, по сути, это некая такая поздняя форма гностического мировоззрения, да, и тут, как бы, одно с другим сходится. Другое дело, что это такая игровая и, в общем, такая искаженная, сильно искаженная форма гностического мировоззрения, поэтому все-таки Достоевский от масонства, по-моему, ничего не взял, особенно, хотя интересовался. Да, ну, тогда же была в начале 15 веков мода на Гоффмана романтизм, и известно, что у нас были писатели Адоевские и Погоревские, которые весьма были увлечены вот этим подходом, таким многомерный подход к восприятию, условно говоря. Да, да, да. Он воспринимался со множеством уровней, и они писали литературу. Да, да, нет, это, кстати, тоже вы правильно за тему, у меня работа большая есть, о влиянии Адоевского на Достоевского, да, это действительно очень важная фигура, он действительно известный масон, кстати, скорее всего и Толстой к нему ходил, когда писал «Войну и мир», от него о басонах информацию получал, которую он потом в «Войне и мире» как бы вот изобразил, да, так что, да, вот это влияние Адоевского и масонских идей через Адоевский. Ну, наверное, немножко было, да. То есть оно написано раньше, чем Достоевский «Двойник» написал? Ну да, так многие произведения Адоевского нашли, имеют параллели у Достоевского. Повторю, у меня работа есть посвященная вот параллели между Адоевским и Достоевским, да. Пожалуйста, более нет вопросов. Ну, я скажу, Игорь Иванович, с огромным удовольствием слушался ваше выступление. Оно очень значительное, оно очень значительное. И книга, посвященная этой тематике, вероятно, произведет большое впечатление и на Достоевского ведов, и на литературоведов, и, конечно, на историков русской философии. Как же надо Фёдору Михайловичу сродниться с гностицизмом, чтобы позднейшие его великолепные произведения так естественно, так непринужденно передавали гностическую концепцию, гностическое учение? Это для меня пока вопрос, и, возможно, на этот вопрос вы в своём ответном слове что-нибудь скажете. Понимаете, ведь поэт и писатель, они пишут, как птица поёт. И для того, чтобы так свободно, ну, в хозяйке, не знаю, а в преступлении и наказании, так свободно подать гностический миф, что никто этого не заметил, Ну, да, конечно же, так. Никто же из критиков просто... Нет, есть две работы, я указывал. Соня Маргалатова, как София, да, София, да. Ну, это же уже... Уже современники. Да, а я имею в виду современников Фёдора Михайловича. И вот отчего я не люблю Достоевского как писателя. Теперь я понял. Он философ, а не писатель. Это плохой писатель. Нервный. Герои его отвратительны все. И я понимаю, отчего. Потому что это переложение умственности Достоевского в литературных образах. Теперь о Достоевском как христианине. Плохой христианин. Совершенно... Понимаете, в чём дело? Хороший христианин – это... Это крестьянка. Это... Капитан какой-нибудь. Капитан. Который говорит, всё правильно. Всё верно. Ну, что ж. Я по заслугам получаю. Отмолюсь. А этот, Фёдор Михайлович, лезет на Бога с кулаками. А чё ты так устроил мир? Да разве так можно делать? Да какой же ты Бог? Нет, это нехорошо. Это... Нехороший он христианин. Он бунтарь. Вот от этого, от этого бунта против мира, который... Да, от этого бунта против мира, который так замечательно демонстрирует всеми своими романами. И атеизм и происходит. Атеизм происходит от этого. Я так думаю, что Достоевский – это Чернышевский только на выворот. Ну, совершенно на выворот. Ну, вот как перчатку выворачивают, и правую перчатку выворачивают, и делают её левой. Вот это вот. Там Чернышевский, а это Достоевский. Теперь, вот это вот... Меня ужасно смутило. Это... Органическая пропитанность. Ужасно смутил тезис Игоря Ивановича об органической пропитанности писателя Достоевского гностицизмом. Позвольте выразить некое сожалению по этому поводу. Или, скажем так, недоумение по этому поводу. Теперь вот относительно гностицизма. С Игорем Ивановичем совершенно невозможно спорить. Тем не менее, тем не менее. Но... Для гностиков характерен эзотеризм в богопознании. Там пневматики у него есть, которые вот всё знают. Но у Достоевского этого нет. все его герои, ну, так или иначе, знают Бога. Все! Без исключения. Дальше. Вот тут, возможно, Игорь Иванович, я чего-то пропустил, слушая ваш замечательный доклад. Но всё-таки тезис этих самых гностиков такой. Демиургу противопоставляется именно истинный Бог, который порождает плером. У Достоевского разве есть истинный Бог и Демиург? У него нет этого? Ну, хозяйка вообще, хозяйку как угодно можно свернуть и вы... Да. Дальше. Разве у него есть сын София, который создаёт несовершенный мир? Это гностики. А у Достоевского этого нет. Теперь дальше этот Достоевский. Я ему, конечно, приписал, будто бы от него сплошные атеисты идут. Это я ему приписал, конечно. Достоевский, конечно, бунтует супротив Бога. Это верно. Но он не отрицает созданный Богом. Не отрицает созданный Богом мир. А агностики отрицали. А у Достоевского злое пламя земного огня, у него это отсутствует при описании. У него там всякие пахучие и клейкие листочки и прочее. И прочий Богоматериализм сплошной. Потом дальше. У него там, у них, спасутся посвященные. А у Достоевского все спасутся. Все. Поэтому мои эти сомнения вот развейте, пожалуйста, мои сомнения. Спасибо, Александр Александрович. Дело в том, что, к сожалению, мы не знаем гностицизм. Ну, я знаю, но вот как бы неизвестен гностицизм. Благодаря тому, что церковь на протяжении веков, понимая, что это главный враг, она уничтожала тексты, она в церковной традиции писали сочинение против гностиков, буквально клеветнический, да, у нас абсолютно ложный образ гностицизма. Вот то, что, к сожалению, те стереотипы, которые вы воспроизвели, но они не то, что не имеют отношения к действительности, они искаженные, они не описывают гностицизм. Ну, я начну вот с самого главного, что у вас подсутствует только пневматики. Это абсолютно неправда. Ну, это надо просто тексты смотреть, это просто церковная позиция, расизм, даже фашизм, там некоторые популярные лекции, послушайте, гностики, расисты, да, я не знаю, откуда это взято, но какие-то, может быть, это, дело в том, что есть такое понятие дохристианский иудейский гнозис, да, там, может быть, в архаических формах гнозиса, конечно, сейчас даже исследованы эти источники гнозиса, там, может быть, и было, да, сифианика, инито, там, да, это вот известная традиция, но христианский гнозис, абсолютно все спасутся, все имеют право спасаться, то есть имеют возможность спастись, другое дело, что вот главный памятник, который этому посвящен, апокриф Иоанна, известный, первого века, скорее всего, памятник, где там Христос и Иоанн беседуют, там, как раз, речь идет о спасении, кто спасутся, и Христос там называют четыре типа людей, и один тип, которые добровольно отказались от спасения, это, кстати, вот только в гностическом христианстве есть такое понятие, люди, которые сознательно отказались от спасения, да, ну, что с ними поделаешь, если они таковы, да, есть те, которые спасутся, действительно, потому что они сразу приняли, у них какая-то, ну, может, предрасположенность, есть те, которые, скорее всего, спасутся, потому что они верят Христу, идут за ним, есть те, которые не верят Христу, но и они спасутся, потому что, если правильный путь выберут, Вот самый сложный, это третий тип. Так что очень сложная концепция, для всех открыт, если сам не хочешь, только сам добровольно может казаться. Так что это просто неправда по поводу гностицизма. Точно так же вот эта точка зрения о том, что у гностиков, ну, мир это ад, да, в гностическом мифе. Но я же сказал, тут надо различать вот этот исходный миф, да, это действительно, вот он в этом апокрифе Анна изложен, да, еще в других каких-то там памятниках. В некоторых даже Христа не видно, то есть они вообще такие, не совсем даже и христианские, да, повторюсь, скорее такой гнозис, дохристианские в некоторых разновидностях иудаизма возникшие, да. Там, да, там мир это ад, и он только разрушен может быть. Ну так это миф. Дальше-то все-таки столетия, так и христианство это ортодоксальное менялось в истории, да, как бы от II века и от Августина даже. Вот Августин создал такую как бы ядро ортодоксального христианства. Так если сравнить августиновское христианство и современное, так это день и ночь, да, там тоже колоссальное количество совершенно разных представлений, да, и принципиальных представлений, там спасение, например, Августина, предопределение. Все мы, дела ничего не помогают спасению, да. Так это понятно, что и гнозис это некое живое учение, которое развивалось, да. Я поэтому и упомянул, что ключевая парадигма уже такого философского гнозиса XIX века, это превращение мира в рай. Зосима говорит, вот рай, вот встанем и увидим, что рай, тут же он и встанет. Так вот, вот это гностическое убеждение, оно противоречит ортодоксальному убеждению греховности этого мира. Как ни странно, здесь скорее ортодоксальное христианство вот с этим древним гнозисом сходится, оно сохранило вот это отрицательное отношение к этому миру как греховному, как пронизанному греховному, несовершенному. А гностицизм полностью, ну философский гностицизм полностью от этого ушел, да. Мы должны мистически переделать, но не научно-техническо, а мистически переделать этот мир, да. И вот возвращаясь к первому, может быть, самому интересному вопросу в контексте доклада, да. Ну вот вы говорите, не верю, да, не вижу. Так понимаете, вот, а я могу как аргумент, это, кстати, в некоторых докладах здесь, я даже помню, какой-то я доклад делал, Достоевский-Тарковский. Понимаете, ну Достоевского гениальнейшие русские, как бы, мыслители и писатели 20-го века, все именно так и понимали, я вот целый ряд назову, да. Андрей Платонов, могу прочитать доклад, да, гностическое мировоззрение Платонова абсолютно зависимое от Достоевского, да. Абсолютный гностик такой коммунист, кстати, он даже идея коммунизма, преображения мира, ну, по сути, показывает, насколько оно, по сути, гностический характер носит, да. Ну, Тарковский, Андрей Тарковский, ну, вот и буквально здесь, я не знаю, год или два назад делал доклад на эту тему, да, где, ну, Тарковский абсолютно, вот, все, вот, все, что я говорил, я как пример могу привести в фильмах Тарковского, да, концепты, которые он, безусловно, из Достоевского, ну, творчески, получив, творчески переделал и в свои фильмы вставил, да, как бы, и абсолютно то же самое, гностическое мировоззрение такое творчески развитое, да. И самое парадоксальное, то, чем я сейчас буквально вот занимаюсь, да, вот недавно статью в печати сдал, да, Набоков, да, казалось бы, вот уж, когда вы, вот, тут, так, немножко резко против Достоевского говорили, вот буквально как Набоков, там, плохо пишет, философию, идеологию втыкает, там, плохой бароманист. Это же Набоков про него так писал, живо, живо в Америке. Так вот, да, а это вот буквально совпадает, то есть это, нет, это, нет, я к тому, что это, это, это очень точная, это очень точная характеристика негативных черт, действительно, это, это общее мнение, да, и Набоков вот его выразил перед американцами. Но парадокс в том, что в Америке он это все сформулировал, я его, вот повторю, а все его ранние романы мы берем, это не моя идея, это полно статей даже в интернете, вот я стал смотреть, такое огромное количество работ, которые доказывают, да, все это игра, да, то есть перед американцами просто Набоков изображал такую общую позицию, да, что нам будет про гностицизм говорить американцам, да, извините, смешно даже, да, и вот, кто Набокова знает, да, гностицизм Набокова известнейшая вещь. Приглашение на казнь, защите Лужина, да, огромное количество работ, никто не видит в подвиге, а я считаю, что это центральный роман Набокова «Подвиг», вот я написал статью, где абсолютно вся логика романа «Подвиг», она вся подчинена выражению гностического мифа, тоже София, там, Соня Зеланова, да, Зелан, змей, да, фамилия даже у нее Соня, София Зеланова, а змей у гностиков, это как раз посланник Бога Отца, змей, который совращал Адама и Ева, да, так что, Соня Зеланова, там даже у Набокова еще и, как бы, усиление, да, там, как бы, главный герой, там, этот Мартын, но я не буду, короче, вот, это надо конкретно по тексту опять работать, это все-таки литература, да, то есть вот, как бы, для меня это, может быть, даже главное доказательство, что в русской традиции после Достоевского почти не найдем мы крупных мыслителей, которые к нему бы не обращались, если мы внимательно пронизируем, что они берут, они ровно это ядро у него видят и берут, да, то есть вот, тем самым это, как бы, очень убедительно выглядит тогда, да, ну, и еще, как бы, вот, по поводу иерархизма, вот это правильно, вот, вот с чем я могу согласиться, ну, единственное, что, как бы, не знаю, отрицательная черта агностицизма это или положительная, да, это радикальнейший эзотеризм, иерархизм, да, вот здесь я могу еще раз на книгу одной моей ученицы, Ли Сяо Юй, китайской, да, китайской аспирантки, ну, а сейчас она уже кандидат наука, уже исследователь, коллега, да, но была аспиранткой. Проблема высших личностей философского мировоззрения Достоевского, даже книга называется так, это я ей предложил в свое время, потому что, на мой взгляд, вот это понятие высшей личности, оно принципиально, да, и это как раз действительно отражает, вот, одно из черт гностического мировоззрения, да, здесь принципиальное неравенство людей, признаются, причем радикальнейшее неравенство, есть люди, которые обыденные, которые, это термин, следующий термин, термин Достоевского, которые живут как животные, они не сильно поднялись над животными, да, есть настоящие люди, которые обладают человеческим божественным началом, и вот они определяют историю, определяют положение дел в обществе, они влияют, они ведут этих людей, да, это позиция Достоевского. Если кто не верит, вот давайте я еще одну цитату почитаю, я люблю ее читать, я ее, не знаю, тысячу раз-то я начитал, и могу, как анекдот везде рассказываю, на одной научной конференции, в музее Достоевского, я прочитав эту цитату с пафосом, но вот так же, как перед вами комментировал, и вдруг какая-то исследователь, ну, понятно, исследователи Достоевского сидели, насколько я понимаю, она мне просто кричит из зала, вы врете, нет такой фразы у Достоевского, то есть это просто вот ее оскорбило долгиной души, что у Достоевского есть такой текст, да, вот давайте я его прочитаю вам, ну, может быть кто-то и знает, сейчас быстро найду, давайте, давайте, да, это текст Достоевского, причем это не герой говорит, это текст из дневника писателя за 1876 год, значит, он публикует рассказ «Приговор» и получает от писателей письма, которые возмущены тем, что что-то какого-то дурака, условно говоря, какого-то негченному человеку вы нам вывели, и что вообще это значит, а этот человек как раз, он такой материалист, татеист, но очень такой амбициозный, да, он как раз говорит, вот все люди живут как животные, а я-то понимаю смысл жизни, да, и он ищет этот смысл, то есть вот там главное две мысли, маленький совсем рассказ, вот, большинство людей как животные живут, а я вот особый, да, я понимаю смысл жизни еще, но я его не нахожу, а раз нет смысла жизни, я застрелюсь, он стреляется, да, и читатель, зачем ты нам это рассказал, да, и он защищая своего героя, вдруг говорит, что, вдруг говорит ровно те же слова, которые говорит герой, да, уже от себя, да, то есть читателям обращаясь раздраженно, это вообще, кстати, редкий случай, когда писатель, читатель раздразили писателя, и он им довольно резко отвечает, что, мол, сами дураки, условно говоря, не поняли, да, и вот такой текст говорит, повторю, это он по поводу героя, да, между тем высшие типы, высшие типы ведь царят на земле и всегда царили, и кончалось всегда тем, что за ними шли, когда восполнится срок, миллионы людей, что такое высшее слово и высшая мысль? Это слово, эту мысль, без которых не может жить человечество, весьма часто произносят в первый раз люди бедные, незаметные, не имеющие никакого значения, и даже весьма часто гонимые, умирающие в гонении и в неизвестности, но мысли, но произнесенные ими слова не умирают и никогда не исчезнут бесследно, никогда не могут исчезнуть, лишь бы только раз были произнесены, и это даже поразительно в человечестве. В следующем же поколении, или через два-три десятка лет, мысль гения уже охватывает все и всех, увлекает все и всех, и выходит, что торжествуют не миллионы людей, и нематериальные силы, против Маркса, да, нематериальные силы, по-видимому, столь страшно изыблены, ни деньги, ни меч, ни могущество, а незаметная в начале мысль, и часто какого-нибудь, по-видимому, ничтожнейшего из людей, да, высшие типы царят на земле, да, вот. Вот, это теория Раскольникова, теория Раскольникова, это теория самого Достоевского, и ошибка Раскольникова вовсе не в том, что он про высших людей хотел стать высшей личностью, а в том, что он неправильную модель выбрал, он выбрал Наполеона, а надо было Христа выбрать, потому что здесь все-таки ничтожнейший из людей, и не меч, не власть, как Наполеон, а идеи, идеи убеждения, вот эта магия убеждения, в своемете Фомича Пискина, кто помнит, да, совершенно странная, странная повесть, но отвратительный человек, который абсолютной магией господства над людьми обладает. Вот, вот у Достоевского это принципиальные, вот, высшие люди среди нас, они обладают вот этой магией воздействия на других людей, и именно они ведут общество, они определяют историю по Достоевскому, да, это абсолютно действительно гностическая идея, и такой довольно радикальный иерархизм, вот это действительно есть, да, но я повторю, вот это вот в концепции высших личностей у Достоевского, она такая вот довольно четко выраженная. Ну и тогда уж я вторую книгу, значит, вот второй китайский этот исследователь, Литя Аньюнь, «Будущее человечество в философском мировоззрении» Достоевского и Соловьева, он как раз вот этот вот вопрос был по поводу того, что как мыслят вот гностики, ну или гностические христиане, будущее человечества, вот ровно этому, книжка эта и посвящена, вот этой перспективе, такого слияния человечества и единства, да, и потом преображение мира вот к абсолютно совершенному райскому состоянию. И здесь очень хорошо показано, что Соловьев тоже идет абсолютно по пути Достоевского, то есть Соловьев тоже как бы доказывает, что вот такая интерпретация мировоззрения Достоевского, она единственно верная, потому что он ровно так его и понял, да, ну вот если мы выделяем ключевую некую парадигму, у Соловьева там проблема в том, что он менял взгляды радикально, а Достоевский, кстати, не менял вот это интересно, считается, что там у него разные, ничего подобного, в Достоевском как раз очень последовательные взгляды от ранних до последних произведений, а вот Соловьев-то менял, и в этом как раз проблема, что одни обращают на одни его идеи, другие на другие, и там очень большое противоречие возникает. Ну вот если мы все-таки выделим некую основную логику развития мысли Соловьева, да, она действительно очень естественно продолжает логику Достоевского, и она тоже вот ровно эту гностическую модель, гностическое мировоззрение реализует. Вот так было, отлично. Ну отлично, улыбайтесь, вылетит птичка. Готово?